Итак, иммунитет делится на врожденный и приобретенный. И врожденный — это такие механизмы, которые не нужно вырабатывать, и которые прямо сразу на готове и включаются в тот момент, когда в нас полезло что-то чужеродное. И я неделю назад говорил, что врожденный иммунитет делится на гуморальный, клеточный. И гуморальный — это, например, интерфероны или, например, лизоцимы. Или мы сегодня поговорим подробнее о белках системы комплимента. А клеточные — это фагоциты. И они, собственно, главные воины, которые борются с инфекцией. А все остальные, на самом деле, им только помогают. Повышают их чувствительность, повышают их агрессивность. Ну и сегодня у нас тоже будет еще специальный разговор о фагоцитах. Ну, например, о том, как они справляются с бактерией, которую проглотили. Ведь проглотить — это еще не все. Надо еще переварить. И иногда бывают серьезные проблемы. Вторая половина нашего иммунитета — это иммунитет приобретенный. То есть тот, который вначале как бы так предсуществует. То есть имеются разные клоны B-клеток, имеются клоны C-клеток, у которых рецепторы, сидящие на поверхности, преднастроены на те или иные антигены. И дальше при появлении соответствующего антигена тот клон, который на него настроен, а это может быть один из сотен тысяч и миллионов даже клонов, он активируется. То есть начинает усиленно делиться. Ну и в случае B-лимфоцитов выбрасывает антитела. В случае T-лимфоцитов помогать B-лимфоцитам. Или, если это Т-киллеры, заниматься войной с клетками, зараженными вирусом, или клетками, которые прошли такое мутирующее состояние, или что-то в этом роде. Ну вот, собственно, если рассказывать все это на таком приличном школьном уровне, то про T-лимфоциты мы вообще почти ничего не говорим. Это уж как бы такой серьезный уровень сложности. А вот про B-лимфоциты все-таки сказать приходится обязательно. Ну потому что иначе как вы объясните, откуда берутся антитела? То есть мы говорим, что да, вот есть антигены, они проникли, активировали B-лимфоциты, B-лимфоциты сделали антитела. Ну и, напомню, главная задача антител вовсе не в том, чтобы убить какую-то бактерию. Сами антитела это практически не могут сделать. Ну, разве что они могут облепить бактерию и вирус таким толстым слоем, и тогда, скажем, вирус не сможет пролезть в клетку мишени. Или там бактерия не сможет толком размножаться. Но это надо, чтобы случилась прям вот совсем тяжелая история. То есть как бы со всех сторон антитела поносили на некую чужеродную частицу. А так обычно задача антител всего лишь пометить чужеродную частицу, бактерию, вирус, клетку гриба в конце концов. И дальше придут фагоциты, и увидев жертву потенциальную, они ее проглотят. То есть задача и антител, и б-лимфоцитов в том, чтобы показать фагоцитам, что надо проглатывать. Потому что фагоциты, то есть система врожденного иммунитета, она не все видит. И это, конечно, с одной стороны как бы дефект фагоцитов, и можем мы их в этом обвинять, что же вы такие тупые. Но на самом деле все гораздо сложнее, потому что бактерии и вирусы слишком быстро мутируют. И успеть за ними мутировать явно не получается. Но придумана вот эта альтернативная система перекомбинации кусочков генов антител, кусочков генов рецепторов Т-клеток, которая создает предсуществующее разнообразие клонов, настроенное практически на все возможные антигены. Ну вот появилась молекула, которая постоянно возникала в ходе прошлой лекции, собственно антитела. Напоминаю, что здесь два длинных белковых участка, две длинных белковых цепи, две коротких. И, собственно, зона, которая захватывает, захватывает, помните, да, вот эта рука с пятью пальцами антиген, она вот здесь расположена. И здесь на длинной цепи три вариабельных участка, на короткой два вариабельных, и в итоге возникает вот такая молекулярная ямочка, да, то есть вот эта вот часть длинной цепи, большой, тяжелой, эта часть легкой цепи, и вот эта ямочка, в которую входит чего-то чужеродное. И это чужеродное, как бы в более банальном случае, кусок какой-то супермолекулы, или вообще, так сказать, некий молекулярный фрагмент, который торчит из там бактериальной клеточной стенки. И здесь, собственно, нащупать вот этот антиген бывает довольно сложно. Поэтому, собственно, Б-лимфоциты, они не очень чувствительны. И эволюция создает дополнительную систему повышения их чувствительности, ну, вообще, так сказать, повышения чувствительности системы приобретенного иммунитета. Эта система связана с тем, что специальные антиген-презентирующие клетки откусывают от чего-то чужеродного именно вот эти маленькие кусочки, выставляют на белках главного комплекса гистосовместимости, активируют Т-хелперы, а уже Т-хелперы помогают Б-лимфоцитам, собственно, побыстрее перейти к интенсивному делению и выбросу, собственно, антител. То есть в простом варианте мы про Т-лимфоциты вообще не говорим и рассматриваем вот эту схемку. То есть появилось очень много антигенов, активировался соответствующий клон Т-лимфоциты, Б-клеток, и очень мощно они поделились, именно эти, настроенные именно на этот антиген, в данном случае такой треугольничек. И вот пошли уже в плазму антитела, это иммуноглобулины Ж, то есть как раз с этой треугольной ямочкой, соответствующей вот этому антигену. Но какой-то процент, скажем, 5% остается в состоянии такой затаившемся, и это так называемые Б-клетки памяти, которые в случае повторного появления антигена начнут очень быстро делиться и опять давать кучу вот таких клеток, которые еще называются плазматическими клетками, и которые живут не очень долго, но зато заполоняют плазму крови этими самыми антителами. И вот это уже как раз, собственно, и есть иммунологическая память, приобретенный иммунитет. Флешку с презентацией, да, вот, пожалуйста. Самое новое по времени. Значит, и, собственно, вот это и есть приобретенный иммунитет. То есть вот пока идем отсюда вот сюда, это настройка системы приобретенного иммунитета. Это вы учитесь. Ну, если проводить аналогию с мозгом, то это как бы формирование, ну, например, условного рефлекса, формирование двигательного навыка. А вот это уже навык сформирован. То есть мы уже знаем, вернее, наши Б-лимфоциты знают, на какой антиген реагировать. Вернее, они, тот класс Б-лимфоцитов, тот клон Б-лимфоцитов, который настроен на соответствующий антиген, находится в очень активном состоянии, и это активное состояние может сохраняться годами. А поскольку этот антиген все-таки периодически в наш организм пытается проникнуть, то вот эта вот ситуация, когда часть клеток делится, превращается в плазматические, а часть застывает на старте, она повторяется, ну, там, скажем, каждые действительно 2-3-4 года, и в итоге возникает ощущение, что иммунитет сохраняется пожизненно, ну, потому что, видимо, именно этот антиген в окружающей среде достаточно распространенный. Но вот такая ситуация, она требует очень высокой концентрации антигена. И на самом деле лучше бы, чтобы она не возникала. Лучше бы, чтобы активация клона Б-лимфоцитов происходила тогда, когда бактерия или вирус только начал размножаться. Ну, и, соответственно, вот вместо вот этой схемки, да, вот этой, где Б-лимфоциты антитела антигены, на самом деле, конечно, существует вот эта схемка, где Б-лимфоциты, конечно, реагируют на антигены, но им помогают Т-хелперы, ну, а точнее, Т-хелперы второго типа, которые, в свою очередь, активируются вот как раз теми уже эпитопами антигенов, то есть активными фрагментами антигенов, которые предоставляют специальные антиген-презентирующие клетки. И эти самые антиген-презентирующие клетки не менее важные игроки в системе, чем Б-лимфоциты, Т-лимфоциты, фагоциты. Они точно так же имеют происхождение костно-мозговое, то есть из красного костного мозга. Ну, и, собственно, неделю назад я рассказывал, прежде всего, о дендритных клетках, которые там где-то в коже нахватаются антигенов, переварят их, выставят на белках главного комплекса гистосовместимости, причем не на каких попало, а на MHC-белках второго типа, и дальше Т-хелперы могут взаимодействовать с этими антигенами, и если рецептор подойдет, то тогда соответствующий Т-хелпер начинает делиться, и если это Т-хелпер второго типа, то он, соответственно, поможет Б-клекам. Ну, неделю назад я еще не говорил про Т-хелперы первого и второго типа. Сегодня мы о них все-таки поговорим, вспомним о них, потому что на самом деле у каждого конкретного Т-хелпера может судьба повернуться двумя способами. Он может пойти двумя путями, в две стороны повернуться. Он может стать так называемым Т-хелпером первого типа, и тогда будет в основном выделять интерферон гамма для того, чтобы активировать макрофаги. А может стать Т-хелпером второго типа, и тогда взаимодействовать с Б-клетками и подталкивать образование новых, активацию новых клонов Б-клеток и, соответственно, появление новых типов антител. Какая будет судьба, это все зависит от текущей иммунологической ситуации. То есть на самом деле в течение всей лекции я буду периодически возвращаться к вот какой мысли. Наша иммунная система, ну, например, так же, как и нервная система, она как бы старается обойтись теми средствами, которые уже есть. И только если вот их не хватает, включает план Б. Ну, например, да, вы попали в какую-то ситуацию, где вам нужно реализовать какое-то сложное значимое поведение. Что вы делаете в первую очередь? Вы берете те навыки, те умения, те знания, которые у вас уже есть, пытаетесь их применить и решить проблему. А вот если не вышло, вот тогда вы начинаетесь учиться чему-то новому и, соответственно, с помощью этих новых знаний пытаетесь проблему решить. Вот иммунная система, она работает примерно по такому же принципу. Вот если взять каждого из вас, да, вот прямо сейчас, вот в текущий момент жизни, ваша иммунологическая память уже обладает некоторым количеством активированных клонов Б-клеток, в крови плавает куча разных антител, и вот проникает новый возбудитель. И иммунная система на первом уровне старается обойтись теми антителами, которые уже наработаны, в надежде, что они более-менее подойдут к этому новому антигену. И вот в этот момент, в этот момент работа систем Т-хелперов идет как бы по умолчанию через Т-хелперов первого типа, которые тоже захватывают антигены и выделяют особую молекулу, интерферон гамма, который активирует фагоциты, чтобы фагоциты более агрессивно реагировали на антитела, на липшие антигены, и все такое прочее. То есть пытаются воспользоваться уже имеющимися программами. Но если не работает, вот тогда происходит переключение, тогда становится меньше Т-хелперов первого типа и больше Т-хелперов второго типа, и иммунная система начинает активировать новые клоны Б-клеток. То есть нарабатывать новые типы антител, потому что старые, судя по всему, не очень эффективны. То есть в какой момент происходит переключение? А когда концентрация антигена не уменьшается со временем, она растает все больше, 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 то есть система иммунная видит, что уже имеющиеся антитела не спасают ситуацию. И значит в этот момент те Б-клетки, которые образуются во время деления, пролиферации, они, соответственно, пойдут по пути уже не Т-хелперов первого типа, а Т-хелперов второго, начнут взаимодействовать с Б-лимфоцитами, и появятся новые классы антител, которые, как мы надеемся, всегда могут решить проблему. Ну и, как правило, они ее решают, потому что если не решают, там уже антибиотики, там уже последняя история. Ну, на самом деле, есть еще третий уровень обороны, когда облазуются иммуноглобулины Е, но мы до этого еще доберемся. Но во всяком случае, вот эту идею мне бы хотелось, чтобы вы зафиксировали. То есть на самом деле иммунная система вовсе не стремится по всякому поводу нарабатывать новые антитела и активировать новые клоны Б-клеток. Она стремится обойтись тем, что есть, и это состояние как бы удерживает более-менее вот некой стабильной формы Т-хелперы первого типа. А вот если не помогает, и антигены все больше и больше, тогда происходит переключение в другую фазу, и тогда все-таки приходится учить новые клоны Б-клеток, включать новые клоны Б-клеток. Ну, как это все проистекает, происходит, мы с вами неделю назад обсуждали. Так вот тут не очень понимаю, что это за квадратики. Ну ладно, в конце концов, надеюсь, вы эту схему помните. То есть антиген, презентирующая клетка, захватывает антиген, переваривает, выставляет на Т-хелперах, ой, выставляет на МХС второго типа, активируются Т-хелперы, если подошли рецепторы, и уже активированные Т-хелперы могут перевести в активное состояние какую-то Б-клетку, ну и дальше пойдет уже привычная история деления и наработка антител. Значит, вот в конце прошлой лекции были эти непростые картинки, которые показывали, во-первых, как антиген, презентирующая клетка, взаимодействует с Т-хелпером. То есть с Т-хелпером, который пока еще не решил, будет он Т-хелпером первым или Т-хелпером вторым. Помним, да, значит, вот это МХС второго типа, это, собственно, рецептор на МХС антиген, то есть кусочек чужеродного белка, прежде всего, и есть еще дополнительный пароль на Т-хелпере, есть особый белок CD4, который взаимодействует с МХС второго типа. То есть как бы подтверждая, что та клетка, которая вот подошла к антиген-презентирующей, это именно Т-хелпер, а не что попало. Вот, то есть CD4 подходит к МХС второго типа, антиген, сидящий на, собственно, МХС, подходит к рецептору. Если это случилось, Т-хелпер начинает вырабатывать интерлекин второй, который, собственно, запускает пролиферацию. И вот эти вот, ну, деления. И этих именно Т-хелперов становится много. Вот станет он потом Т-хелпером первого типа и будет помогать фагоцитам, или Т-хелпером второго типа будет помогать Б-клеткам, это уже отдельная история, мы до нее тоже доберемся. Ну, как бы, неделю назад я сделал вид, что Т-хелперов первого типа не существует, потому что, на самом деле, история о том, что, ага, вот идет помощь Б-лимфоцитам, она касается именно Т-хелперов второго типа. Значит, соответственно, вот такой активированный Т-хелпер второго типа, у него на поверхности возникает особая, опять-таки, молекулярная метка, да, то есть вот все это вот с такими пропусками, паролями, то есть как вот эти карточки, которые нас сейчас через все двери пропускают. Вот то, что этот Т-хелпер второго типа удостоверяет появление на его поверхности опять-таки особой белковой молекулы, которую назвали CD40. Ну, я в прошлый раз жаловался, что, ну, как жаловался, как бы отмечал факт, что в иммунной системе столько молекул, их так много, что уже никто не называет их именами, да, а просто по номерам. Ну, просто уже невозможно, да, фантазию вот так вот. То есть вот медиаторы, нейромедиаторы, да, они так как-то все под именами. Гормоны более-менее под именами, хотя тоже там по-всякому бывает. Вот, а вот в иммунной системе тут уже скорее номера, ну, потому что их очень много, этих факторов. Вот появляется вот этот самый CD40-леган, так называемый, и он является удостоверением того, что вот эта клетка может взаимодействовать, вот этот Т-хелпер взаимодействует с Б-лимфоцитом. А Б-лимфоцит к этому моменту должен захватить антиген с помощью своего антитела, переварить, выставить на МХС второго типа. И история, которая была на предыдущей картинке и касалась, ну, как правило, дендритной клетки или макрофага, то есть здесь антиген-презентирующей клеткой является, ну, что-то, что приползло с периферии. Вот эта история с презентацией антигена еще раз повторяется, но уже в отношении Б-клетки. И здесь Б-клетка работает как антиген-презентирующая, она выставляет этот самый кусочек на МХС второго типа, а Т-хелпер уже активированный. И вот если все это сошлось, если все это сошлось, вот, то есть активированный Т-хелпер, правильный антиген, который захватило соответствующее специфическое антитело, да еще CD40, рецептор CD40-легант, вот тогда интерлекин четвертый, который выделяется Т-хелпером вторым, запускает деление Б-клеток. И запускает при гораздо меньшей концентрации антигенов, чем если бы это было, как бы если бы клетка сама кувыркалась во всей этой каше. Вот, ну и в конце, вот, собственно, прошлой лекции я обо всем этом рассказывал. Не знаю, остались ли у вас моральные силы к этому моменту, но действительно ситуация очень интересная и специфическая, потому что и рецептор Т-клетки, и антитело, они образуются в результате вот этого случайного мутагенеза. Но в итоге они случайно оказываются настроены на одинаковый антиген, а потом они случайно встречаются. И вот эта цепочка случайностей, тем не менее, почти гарантированно приводит к тому, что за 10, 12, 14 дней мы формируем иммунитет к самым разным антигенам. Ну, как бы такой средний срок. А потом уже нас спасают вот эти самые Б-клетки памяти, которых тут нет на картинке, но вообще они были на предыдущей картинке. Значит, вот эта история, она касается белков главного комплекса гистосовместимости первого типа. Ой, извините, второго типа. То есть эти белки работают как такие молекулярные тарелочки, на которые укладывается антиген, захваченный из внешней среды. То есть вот произошел фагоцитоз, если это макрофаг, или пиноцитоз, если это дендритная клетка. Дальше специальные ферменты режут антиген на кусочки и укладывают на вот эту молекулярную тарелочку, которая называется MHC второго типа. И может уже приходить, соответственно, Т-хелпер и, так сказать, обнюхивать своим рецептором. Значит, то, что попадает на эту молекулярную тарелочку, на этот молекулярный форшет, обычно куски белков длиной где-то, видите, 12-14-15 аминокислот. Ну, то есть довольно длинные кусочки, но, с другой стороны, не слишком длинные. И вот эта история была неделю назад. А вот этого еще не было. То есть вот с этого момента я начинаю рассказывать то, чего не было в прошлый раз. И для начала посмотрим на MHC первого типа. То есть есть еще одна группа белков главного комплекса гистосовместимости Major Histocompatibility Complex, поэтому MHC, которые обслуживают не те белковые молекулы, которые вот снаружи захватили, а те белковые молекулы, которые работали, существовали и разрушились в цитоплазме, собственные белки клетки. Или, как вариант, это могут быть вирусные белки. Ну, если вирус пролез в клетку и там размножается. То есть каждая клетка нашего организма, она обязана те белки, которые отслужили в ней срок, порезать на кусочки и выставить на своей поверхности, на белках главного комплекса гистосовместимости, немножко других первого типа, MHC первого типа. И вот эту картину вы, собственно, и видите. Вы видите, здесь синтезируются эти самые MHC первого типа, и дальше на них сажается что-то пришедшее прямо из самой клетки, без какого-то фагоцитоза. Чуть попозже будет более детальная картинка. Что это такое? А это, по сути, что-то вроде налоговой инспекции. То есть каждый субъект экономического процесса должен отчитаться, а что, собственно, он делал. То есть выставить свои собственные белки. И дальше ходят Т-клетки, но уже не хелперы, а киллеры, которые своим рецептором, таким же уникальным, сформированным в результате вот этого соматического мотогенеза, обнюхивают белок на главном комплексе гистосовместимости первого типа. И не дай бог этот белок, а точнее не белок, видите, пептид, то есть кусочек белка длиной до 10 аминокислот. То есть короче даже, чем здесь. Здесь тарелочка меньше. Значит, не дай бог этот пептид, этот фрагмент белка подойдет к рецептору. Тогда Т-киллер запустит механизм уничтожения клетки мишени, своей собственной клетки, потому что в ней образовалось что-то подозрительное, то, что не свойственно. Потому что рецепторы и Т-хелперов, и Т-киллеров, и антитела, они все настроены на чужеродные. На свое они не должны реагировать. Почему? Мы сегодня это тоже обсудим. Но на свое они не должны реагировать. И если отреагировали, значит ЧП, что-то случилось. Либо вирус пролез, либо случилась какая-то мутация. А мутация – это всегда вероятность онкологии, поэтому не разбираемся, убиваем. Ну и вы видите, бывают какие-то другие мутантно подобные процессы, когда белок повреждается, ну скажем, там, каким-то избыточным окислением, или как-то он порезался странно на кусочки. И эти процессы могут быть результатом дегенерации клеток, старения клеток. Ну, во всяком случае, либо клетка промутировала, либо она как-то уж совсем постарела, либо в нее залез вирус. По-любому в ней появляются какие-то странные белки. Их куски выходят на поверхность, выставляются, и т-киллеры ходят, и все контролируют. Причем это даже не налоговая инспекция, это прям налоговый инспектор сразу с автоматом. То есть, как бы чуть-чуть, чуть какое подозрение, и все, и конец. Даже никто разбираться не будет. Ну и, кстати, если вы не выставляете, то вас тоже убивают. То есть, есть вариант, типа, а я не буду вообще налоговый отчитываться, я затаюсь, я как это, индивидуальный предприниматель. Вот в нашем организме такое не проходит. Если подходит туда этот самый киллер и видит, что нету MHC первого типа вообще, то такую клетку тоже на всякий случай убивают. Ну, потому что мало ли. Потому что действительно некоторые вирусы поймали механизм, когда они блокируют образование MHC первого типа. И их вилочки выставляются, их фрагменты выставляются с меньшей вероятностью. Ну и как бы на войне, как на войне, да, иммунная система придумала ответный ход. То есть, отчитываться обязательно. Вот. Поэтому вот эти вот два типа белков, они колоссально важны. То есть, MHC второго типа, они работают именно в антиген-презентирующих клетках. В идеале в профессиональных антиген-презентирующих клетках, которые только этим занимаются. Например, дендритные клетки. Другое дело, что представлять антигены на MHC второго типа порой от нужды начинают и другие клетки. Например, если это хронический очаг воспаления. Там начинают непрофессиональные антиген-презентирующие клетки то же самое делать, ну, потому что, очевидно, профессиональные не справляются. Ну, мы об этом тоже будем говорить. Это один из симптомов некоторых вариантов аллергии. А в норме, да, MHC второго типа именно на там каких-нибудь дендритных клетках, на макрофагах. А вот MHC первого типа вообще на всех клетках. Потому что вот этот отчет перед киллерами он абсолютно-абсолютно обязателен. Вот еще раз картинка, которая была неделю назад. Я, не знаю, как вы, я в восхищении от этой молекулярной структуры. Причем, видимо, я это восхищение всегда выражаю, потому что однажды студенты мне даже подарили тарелочку украшенную, знаете, такой росписью, да, вот прям вот как вот здесь вот это самое, да, там, ну, на экзамене, да. Ну, конечно, всегда студенты стараются делать что-то приятное преподавателю, вот, и они мне подарили две тарелочки, одну MHC первого типа раскрашенную, а другую под MHC второго типа. Они у меня так бережно за стеклом стоят, да, очень трогательно. То есть вот это вид сверху, помните, да, на клетку, и вот эти альфа-спирали, это бортики тарелочки, а бета-складки, это дно тарелочки, и сюда укладывается более длинный пептид, если это MHC второго типа, и более короткий, если MHC первого типа. Всего девять аминокислот, но вы же помните, наши белки состоят из двадцати разных аминокислот, поэтому сочетание все равно безумное количество, вот, хотя шанс, что какой-то наш белок будет на что-то похож, тоже, конечно, существует, но тоже мы это еще обсудим. Вот, это вид сбоку, а это вид сверху, как ложатся, да, вот эти вот кусочки чужеродных белков, ну, или собственных белков, если это MHC первого типа. Вот еще раз то же самое показано, значит, это MHC второго типа, здесь, собственно, вот как бы две белковых цепи, укрепленных в мембране, и вот тут вот как раз вариабельная зона, вот, а это MHC первого типа, здесь одна белковая цепь, укрепленная в мембране, тут тоже вариабельная зона, ну, и напоминаю то, что я говорил в прошлый раз, вариабельность MHC еще больше, чем вариабельность антител и Т-клеточных рецепторов, но она относится уже не к конкретной особи, а вообще к биологическому виду, то есть огромное число аллелей, но у каждого конкретного человека этих аллелей относительно мало, пополам они получены от мамы и от папы, поэтому разнообразие MHC каждого из нас не очень велико, а вот всего биологического вида Homo sapiens там что-то там типа 10-12 степени, то есть гораздо больше, чем пока что людей на планете Земля, то есть еще надолго нам хватит этих индивидуальных молекулярных меток, которыми помечена каждая конкретная клетка, каждая клетка конкретного организма, вот, и это основа и непереносимости при трансплантациях, потому что иммунная система злобно реагирует на чужие MHC, даже на похожие, и, например, основа индивидуального запаха, то есть след, по которому идет собака, да, запаховый след, это тоже запах MHC. Ну, это вот киллеры, тут вот как бы некие карикатурные изображения, то есть клетка киллер, тут вот, видите, с пистолетом, тут с автоматом, ну, художников можно понять, С, это, видимо, сел, да, клетки, которые в ужасе разбегаются, а нельзя разбегаться, надо спокойно стоять и, значит, ждать, пока вас так вот обхлопает автоматчик со всех сторон и скажет, ну, иди пока, там, типа, через недельку проверим еще раз. Да, то есть как бы с демократией не очень у нас в теле, иммунная система жесткая штука. Да, ну, вот тут вы, собственно, видите, да, вот это вот инфицированные вирусом клетки, или там бактерии залезли, или вот эти мутантные клетки, то есть все это мишень действия киллеров. Вот они, эти клетки киллеры, то есть вот это обычная клетка, и она на МХС первого класса выставила кусочек антигена доверчиво. А вот Т-клеточный рецептор, но это вот ТЦ, Т-цитотоксический, то есть Т-киллер, цитотоксический, убивающий чужие клетки. Что интересно, так же, как в случае Т-хелпера, есть дополнительный молекулярный пароль. Он называется белок CD8. То есть у хелперов CD4, который взаимодействует с МХС второго типа, а у киллеров CD8, который взаимодействует с МХС первого типа. То есть CD8 подтверждает, что перед нами Т-киллер, CD4, что перед нами Т-хелпер. Значит, ну и опять-таки, да, есть дополнительные факторы, которые увеличивают вероятность реагирования. То есть в идеале, после того, как антиген подошел к рецептору, вот этот самый Т-киллер, он все через тот же интерлекин-2 запускает собственное деление. То есть так же, как Т-хелпер. И именно таких Т-киллеров становится очень много, и они разбегаются искать, так сказать, другие мишени, ну потому что, скорее всего, там вирус или там онкология уже зашла достаточно далеко. Но для того, чтобы пораньше запустить, пораньше запустить, есть дополнительные факторы. Ну и таким важным фактором является белок так называемый В7. Он характерен для антигенпрезентирующих клеток. Он часто вылезает на раковых клетках. И есть специальная молекула на киллерах, на него настроена. Это белок CD28. Вот В7 плюс CD28, вот эта пара, она увеличивает вероятность активации Т-киллера. Ну и кроме того, очень важен интерлекин-2 и какие-то другие команды, ну например, реакция на антитела. Ну во всяком случае, мы будем все это обсуждать. Особенно, когда о той же онкологии будем говорить. Ну или сегодня еще будет разговор сейчас о вирусных инфекциях более детальный. Ну во всяком случае, Т-хелпер MHC 2 типа CD4, Т-киллер MHC 1 типа CD8. Ну вот тут вирус. То есть сейчас действительно мы чуть-чуть коснемся вирусных инфекций. И я, по-моему, неделю назад подчеркивал, что иммунитет бактериальный, вернее антибактериальный, это одно, а иммунитет антивирусный совсем другое. Это просто совершенно две разных службы. Это все равно, что условное электричество и канализация. То есть вроде внутри нашего дома, да, но специалисты занимаются совершенно разными проблемами. То есть пересечение возможно, возможно, но оно как бы не очень такое, такое тотальное. Так вот, бактерия. Бактерия с ней все-таки в каком-то смысле проще. Она живет между клетками, как правило. Хотя, конечно, есть исключения и очень плохие исключения. Потому что если бактерия научилась жить внутри клетки, то как бы антибактериальный иммунитет разводит руками, а антивирусный тоже как-то разводит руками, типа это не наша епархия. И в итоге возникает что-нибудь вроде туберкулеза, с которым еще подисправься. Ну, а так вообще-то, да, бактерии в типе между клетками, а вирусы внутри клеток. Значит, как известно, вирус это даже не клетка, а это белковая такая капсула, внутри которой нуклеиновая кислота. Ну, либо ДНК, либо чаще РНК. То есть РНК вирусов больше, они более злобные. Значит, соответственно, эта белковая частица приземляется на клетку мишени. Причем, как правило, вирусы, они не просто видоспецифичны, они еще и тканеспецифичны. То есть они настроены на клетки определенного типа. Ну, скажем, вирус гриппа реагирует и садится на клетки дыхательных путей. Там тоже есть вот у вирусной белковой оболочки как бы специальные такие вот ключики, которые подходят к белкам специфическим для дыхательного эпителия. То есть вся эта молекулярная коэволюция, она очень давно идет. Ну, во всяком случае, тут вот просто вирус сел. И по-всякому бывает, но в простом варианте оболочка остается снаружи, а внутрь попадает только нуклеиновая кислота. Значит, если это РНК, нет, давайте сначала более простой вариант. Если это ДНК, то такая ДНК должна встроиться внутрь ДНК хозяина. И дальше запустить синтез соответствующих информационных РНК, которые бы создали белки вирусные. Ну, и еще кучу других факторов, которые бы выключали собственную активность клетки и позволяли вирусу размножаться, копировать ДНК, встраивать ее в эти самые вирусные оболочки. Ну, и в конце концов, чтобы это вылезало из клетки. Но, судя по всему, этот вариант не очень удобен, потому что интенсивно копировать саму ДНК это довольно сложно. То есть там надо расплетать эту двойную спираль. Ну, в общем, как-то вот. Гораздо проще создавать информационную РНК. То есть просто фрагмент, копию одного гена. Ну, или там нескольких генов. И вот по этому пути пошли РНК-вирусы. То есть они в качестве такой вот размножающейся, да, единицы, используют обычную одноцепочечную РНК, которая, собственно, попадает в клетку. Ну, это касается и гриппа, и ВИЧ, самого как бы опасного из известных, да, вирусов. Или известного из опасных. Вот. И дальше получается, что раз эта молекула РНК проникла, то на следующем шаге она все равно должна как-то встроиться в ДНК. Иначе не получится. И поэтому надо РНК превратить сначала в ДНК. Это делает особый фермент, обратная транскриптаза. А потом работает фермент интеграза, который вот эту вновь полученную вирусную ДНК встраивает в хозяйскую ДНК. А потом можно уже создавать РНК-копии и их вставлять в белковые оболочки, что гораздо проще, чем копировать ДНК. Ну, во всяком случае, РНК-вирусы они более опасными оказались, распространенными. Вот. И их работа в клетке сопровождается появлением обратной транскриптазы, интегразы. То есть таких ферментов, которые позволяют вирусу существовать. И именно на эти ферменты настроена внутриклеточная система безопасности, связанная с интерфероном. О ней я упоминал в прошлый раз. Ну, во всяком случае, вирус — это такой внутриклеточный паразит молекулярный, который вне клетки вообще выглядит как кучка молекул и никак не проявляет свойства живого. А уже внутри клетки он захватывает управление, размножается. Ну, и в тяжелом случае ведет к гибели клетки, а в чуть более легком к тому, что клетка постоянно производит вирусные частицы и заражает соседей. Ну, это характерно для ВИЧ того же. Да еще и производит в каком-нибудь таком скрытом виде, например, мембрана вокруг оборачивается, и тогда антителами особо и не достанешь. Ну, через неделю мы с вами будем говорить о ВИЧ, тогда я подробнее на этом остановлюсь. Тем более, что вот препараты против ВИЧ — это как раз блокаторы обратной транскриптазы, блокаторы интегразы, ну, и кое-каких других специфических вирусных белков, ферментов. То есть только так постепенно удается разрабатывать специфические противовирусные препараты, ну, даже те же самые препараты против гриппа. То есть сейчас они уже существуют, да, существуют. Так, ну вот. Так вот это вот вирусные частицы, которые проникли, да, и даже если целиком вся эта белковая оболочка попала в цитоплазму, или это вновь синтезированные вирусные белки, там наверняка часть белков все равно кривые, потому что синтез белка всегда имеет какой-то процент, так сказать, отхода бракованных белков. Вот. Все это режется и выставляется на MHC первого типа. И, соответственно, можно обнаружить проникновение вируса. Значит, вот эта история, она показана справа на картинке. То есть вошел вирус, его оболочку порезали, 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 и выставили на MHC первого типа. Это экзогенные пептиды. Второй вариант активации киллеров, это когда на MHC первого типа выставляются собственные белки клетки. То есть есть особая система, такие ферментные комплексы, которые называются протеосомы. Ну, их описывают как особые органоиды клетки, ну, примерно такие же, как рибосомы, скажем. Ну, может, не такие значимые, но все равно ужасно важные. И вот эти протеосомы, они режут собственные белки клетки, то есть эндогенные какие-то антигены. И опять-таки выставляют на MHC первого типа. То есть отчет идет о вирусных белках и о своих собственных. Ну, собственно, для системы разрушающий белок это все равно. А вот средняя картинка это MHC второго типа. То есть, видите, вот что-то захватили, вот он показан, пиноцитоз или фагоцитоз, переварили и выставили на MHC второго типа. Да, естественно, сами MHC это вполне себе белки, то есть есть гены, есть рибосомальный синтез этих белков. Они, как правило, сначала сидят в эндоплазматической сети, потом в комплексе Гульджи и потом вот выплывают на поверхность. Ну, собственно, так ведут себя большинство белков. Вот сводная картинка, которая говорит о том, как наш организм как бы поэтапно борется с вирусом. То есть, те линии обороны, которые существуют для того, чтобы защищаться от вируса. Давайте мы на них посмотрим. Начинается все вот отсюда. Вот отсюда надо смотреть. То есть, мы, например, вдохнули вирус. Да, едем там в метро, кто-то на нас чихает, а мы дышим. Не можем же мы не дышать. То есть, можно, конечно, задержать дыхание на 20 секунд и быстро выскочить из вагона. Иногда помогает, да. Ну, самое большое заражение, как известно, идет в самолетах. Потому что там-то люди сидят в замкнутом, в этом самом, да, и вы летите там откуда-нибудь 4 часа. Представляете, какая-то концентрация вирусных частиц. Это просто ужас. Особенно если это там как бы люди летят откуда-нибудь с отдыха, да. То есть, они прилетели из Москвы холодной, в теплые края на недельку, простыли под кондиционерами и тут же, значит, летят обратно, да, и на всех чихают. Сами знаете, потом после такого недельного отдыха половина людей болеют еще месяц. Да, такой хороший стресс для организма. Ну, во всяком случае, вот вирус, вдохнули вирус или съели его, да. Вот первая линия обороны это иммуноглобулины А. То есть, я вам рассказывал неделю назад, что антитела, которые вырабатываются, да, у них, конечно, вот эта двузубая вилка и там вариабельные участки, но есть еще ручка вилки. И есть иммуноглобулины Ж, которые плавают поодиночке, и они прежде всего метят. Есть иммуноглобулины М, которые пентомеры, которые могут склеить, например, две вирусные частицы вместе и вирусу придется сложно. Вот. А есть так называемые иммуноглобулины А, которые димеры, то есть две ручки вместе и как бы вот уже четыре, получается, зубца торчат. И иммуноглобулины А, они секретируемые. То есть, они входят в состав слез, слюны, всяческой слизи, в том числе слизи, например, дыхательных путей. И вот первая линия обороны это иммуноглобулины А, которые там плавают. Потому что, если та вирусная частица, которая в вас попала, она знакома организму, значит, на нее, скорее всего, есть антитела. Потому что, вот еще раз, как бы первичную борьбу с вирусом организуют, конечно, киллеры. Но после того, как киллеры справились, и мы видим кучу взорванных клеток, которые были заражены вирусами, то дальше вот этот чужеродный вирусный антиген, он куда пойдет? А он будет так же, как вот в обычной истории с бактериями, захватывается антиген презентирующими клетками, его понесут в эти самые лимфатические узлы, активируют Т-хелперы, активируют Б-клетки, и возникнут антитела к вирусу. То есть, начинается это все с киллеров, а потом к этому присоединяются уже Б-клетки. И если вы когда-то всем этим уже отболели, ну, или, например, с помощью вакцины, да, вам прям сразу дали кусочки вируса гриппа, да, и произошла настройка, то у вас есть еще не только киллеры настроенные на данный вирус, но и хелперы, и Б-клетки, и антитела плавают, и в том числе они секретируются в слизь, и вот первый уровень иммуноглобулины А облепляют вирусы и пытаются их не пустить. Ну, и, в принципе, иногда это работает, и если сработало, то прекрасно. Но, к сожалению, это работает далеко не всегда, и, соответственно, вот уже клетка, несчастная клетка, которая заразилась вирусами, заразилась вирусами. Значит, при этом очень часто все-таки вирусная оболочка или ее обломки остаются на поверхности зараженной клетки. И, стало быть, есть система, система так называемых натуральных киллеров, я о них очень мало как бы буду говорить, потому что нельзя же объять необъятные, но натуральные киллеры, они чем-то похожи на фагоциты, но в отношении вирусов. Помните, да, фагоциты врожденно узнают многие типы бактерий, ну, и, собственно, и вирусы, кстати, тоже, потому что у них прямо сразу есть чувствительные белковые молекулы, сидящие на их мембране, и они прям генами задаются, то есть это врожденный иммунитет. Так вот, натуральные киллеры, они тоже обладают некоторым количеством белковых чувствительных молекул, рецепторов, настроенных на основные мотивы вирусных оболочек. И киллер, без всякой, натуральный киллер, natural killer, не T-киллер, а натуральный киллер, он без всякого обучения может многие вирусные оболочки узнавать, и если он ее узнает, вот видите, вот кусочек вирусной оболочки, то он поступит с зараженной клеткой, как обычный киллер, как поступают все киллеры, то есть он над ней нависнет и начнет ее долбить всякими ферментами и нехорошими молекулами вроде активных форм кислорода или там оксида азота, и в конце концов зараженная клетка помрет. Кроме того, об этом я рассказывал в прошлый раз, и сейчас будет более подробный слайд, зараженная клетка, почуя все эти интегразы, да, и всякие обратные транскриптазы, она начинает вырабатывать интерфероны и тормозить собственные рибосомы, чтобы не дать вирусу быстро размножаться. И более того, интерфероны выбрасываются в межклеточную среду, влияют на соседние клетки, и они тоже тормозят размножение вируса, ну или, скажем так, они тормозят собственный белковый синтез, чтобы не дать шанс вирусу. И система интерферонов замедляет размножение вирусов, позволяя иммунной системе в целом подвести, так сказать, свои оборонительные эти самые полки, собрать вместе побольше всяких фагоцитов и киллеров и так далее. Ну и вот как бы это вторая линия обороны. Но не помогло. То есть вирус все равно размножается, и вот уже в крови плавают вирусные частицы. Вот эти противные синенькие кружочки теперь уже поплыли в крови. то есть много зараженных клеток интерфероны не спасают, натуральные киллеры не успевают, поплыли вирусные частицы, которые выделяются из зараженных клеток и того гляди заразят все остальные клетки организма, ну собственно они это и делают. Значит, что их может остановить? Ну опять же пока что антитела, но только уже не иммуноглобулины А, а например иммуноглобулины Ж, которые плавают соответственно в плазме. То есть они какое-то количество вирусных частиц пометят и тогда эти вирусные частицы могут съесть фагоцит. Они могут, если это иммуноглобулин М, склеить между собой вот этот пентомер, склеить между собой несколько вирусных частиц. Ну кстати, вот эта книжка она взята из одного из самых классических учебников иммунологии Ройта и на этой картинке, если вы еще не заметили, опечатка, ну точнее неправильный рисунок. Видите? Видите? Вот он. Не той стороной, да, к вирусу-то должно быть эта штука присобачена не ручкой вилки, а зубцами. Это пример того, как даже самый супер учебник, да, он может содержать опечатки. Причем я не сомневаюсь, что автор нарисовал правильно, но дальше приходит художник, который говорит, слушайте, некрасиво же. Давайте мы по-другому нарисуем, да? Смотрите, какая снежиночка хорошенькая получилась. И вам даже в голову не придет, что он это сделает. Вам даже в голову не придет, что это надо проверить. Вы отдали эскиз, да, вы его выверили. И дальше в итоговом издании, значит, появляется такая фигня, да, и ваши коллеги вам возмущенно пишут, ты что, сошел с ума, а ты разводишь руками и даже сказать нечего. Вот такая бывает беда, потому что дизайнеры это страшные люди. То есть я периодически сталкиваюсь с такой ситуацией, я вот, ну вот не только в архе, я в других местах читаю, вот архе, фу-фу-фу, ни разу такого со мной не делал, а в других местах появляются люди, которые говорят, ой, у вас такая некрасивая презентация, дайте мы ее вам сделаем красивой, у нас есть прекрасный дизайнер. И просто вот ужас каждый раз. То есть потом еще два часа сидишь, иногда приходится соглашаться, два часа сидишь и как бы исправляешь те смысловые огрехи, которые дизайнер сделал, когда делал вашу презентацию красивой. Я допускаю, что она станет более красивой, но при этом как бы, ну в общем беда, это я так, о наболевшем. Ну вот, значит, итак, мы пытаемся, наша иммунная система пытается остановить вирусные частицы с помощью иммуноглобулинов уже в плазме крови, в межклеточной среде. Ну и дальше вот, вот уже начинает работать совсем тяжелая артиллерия. То есть вот здесь зараженная клетка на MHC первого типа выставляет антиген, и тогда подходит Т-киллер, который, соответственно, мало того, что размножится, если будет активирован, еще и убьет зараженную клетку. Ну и кроме того, вот здесь нет действительно Б-лимфоцитов, но если антигена вирусного достаточно много, то, конечно, будут активированы и Т-хелперы второго типа, и Б-лимфоциты, и появятся антитела. Ну, собственно, вот они, только здесь они крупнее нарисованы. И что они сделают? Они пометят зараженные клетки. То есть точно так же, как антитела метят бактерии, они с таким же успехом метят собственные клетки организма, если у них на мембране антиген. Антителам-то все равно, они же реагируют просто на антиген. И опять будет торчать вот этот предательский хвостик, по которому могут работать фагоциты или вот уже опять же, да, упомянутые натуральные киллеры, они тоже не прочь присоединиться к празднику. И даже система комплимента. То есть система, особая система белков, которая, реагируя на антитела, собирается на клетке мишени в такой комплекс молекулярный, который формирует дырку в мембране. И комплимент способен дырявить клетку мишень. И опять же, все равно, бактерия это или вирус, ой, извините, бактерия это или собственная клетка организма, главное, что на ней антитело, ну и как бы все, работаем по антителу. Вот. То есть посмотрите, как много уровней защиты. И интерфероны, натуральные киллеры, врожденный уровень. И дальше два уровня приобретенного иммунитета, потому что Т-киллеры отдельно, а система синтеза антител отдельно. Но без Т-киллеров никак, потому что они позволяют убить некоторое количество зараженных клеток, поднять концентрацию антигенов, чтобы раскачала синтез уже антител, система, связанная с болимфоцитами. Хотя, опять-таки, бывает по-всякому, и иногда Т-киллеры не очень активны, но в конце концов все равно появляются антитела, если заболевание заходит достаточно далеко и антигенов много. То есть еще раз, вот эта множественная система, она позволяет обеспечить, ну, с большой вероятностью максимально быстрое реагирование на проникновение инфекции, на нарастание концентрации антигена. И если антиген нарастает, а какой-то механизм, так сказать, не сработал, то на следующем уровне концентрации есть запасной механизм, еще запасной, еще запасной. Вот. Их, конечно, не очень много, но, тем не менее, да, вот эта линия обороны, так же, как на фронте, она многоэшелонированная, то есть много уровней. Вот. Ну, и, кстати, здесь вот тоже написано, что натуральные киллеры реагируют на отсутствие MHC первого типа. То есть, если клетка не отчитывается вообще, если нет MHC, то ее убивает, но убивает ее не Т-киллер, а натуральный киллер. У него там есть особая программа, что если нету MHC первого типа, то стало быть апоптос. Ну, вот такого рода картинки вы можете встретить в сети. Их всегда очень забавно анализировать с точки зрения, насколько они полны, есть ли какие-то ошибки, насколько эти ошибки грубые. Вот. Ну, давайте поглядим. Да, вот пришел злобный вирус, бедная клетка, вот уже внутри ДНК вирусы сидят. Ну, ладно, нормально. И все, и клетки вообще очень плохо, и вирусы выделяются, видите, из нее. Вот, то есть копии клума. Так, что делает, стало быть, наша иммунная система? Ну, собственно, она формирует антитела к вирусу. То есть вот эти красненькие штучки, которые облепили к вирусу, это вот антитела. То есть здесь, собственно, ну, как бы показано, что по антителам работают фагоциты, это правда. Значит, антитела производят Б-клетки, то есть вот эти вот с бровями, да, это, видимо, Б-лимфоциты. Да, ну, лимфоцит, Б-лимфоцит. Вот. Ну, и тут вот как бы не совсем правильно нарисовано, что Т-киллер тоже работает по антителам. Т-киллер работает сам, без всяких антител. По антителам работает натуральный киллер, вот этот. А обычный Т-киллер, ну, Т-киллер, да, это токсическая клетка, она работает не по антителам, а просто по фрагментам вируса, выставленным на МХС первого типа. Вот. Ну, да, и вот тут еще интерферон показан. Видите, клетка как бы так защитилась интерфероном, и вирус, который на всякий случай еще пометили антителам, делами он не проходит. Но на самом деле интерферон и здесь вот тоже будет работать. Ну, вот. Поэтому, в принципе, схема неплохая, но она, естественно, упрощена, и это вечная проблема, когда вот что-то такое рассказываешь. Как так упростить, чтобы не очень соврать? Как так упростить, чтобы возникла иллюзия понимания? Понимаете? То есть как бы то, что я у вас сейчас формирую, да, это такое ощущение, что типа, мы, кажется, разобрались в иммунитете. Если вы начнете влезать сами, вы увидите еще там полтора десятка механизмов, но тем не менее, какую-то базу, да, я пытаюсь создать для того, чтобы отталкиваться от нее и, если нужно, да, заниматься уже самостоятельным исследованием какой-то области иммунологии. Потому что система очень сложна и еще не до конца изучена. Недаром, собственно, половина Нобелевских премий дается за еще работы в иммунитете, еще работы там. 10 лет назад была специальная Нобелевская за, например, антиген презентирующие клетки. Вот просто вот за вот открытие вот этого механизма, что дендритные клетки ползут, да. Была Нобелевская премия по тол-рецепторам, то есть тем чувствительным молекулам, которые сидят на макрофагах и позволяют им на фагоцитах позволяют им врожденно узнавать какие-то антигены. И аналогичные есть на натуральных киллерах. Ну и так далее. Эта картинка посвящена интерферому. Ну, то есть еще раз, да, героическая молекула, героическая клетка, которая, собственно, ценой остановки собственного белкового синтеза пытается заблокировать образование вируса. Вот, соответственно, пролезает этот самый вирус и запускает синтез интерферона. Ну, собственно, интерферон тут показан ну, вот видите, красненьким кружочком. Ну, в принципе, что делают интерфероны? Значит, они включают ферменты, которые, в принципе, разрушают нуклеиновые кислоты, плавающие в цитоплазме. То есть это могут быть собственные информационные РНК, а могут быть вирусные РНК, ДНК, поэтому активируются нуклеазы, это раз, вот, собственно, здесь тоже, да, и во-вторых, действительно, выключаются рибосомы. То есть сдерживается белковый синтез для того, чтобы вот не размножаться. Ну, поэтому, собственно, да, я вот, опять же, в начале прошлой лекции говорил, что закапывание интерферона или ингаляция интерферона есть и такие варианты, на ранней фазе вирусного заражения оказывается очень уместно. Вот. Ну, может, не всем помогает, да, но на самом деле, когда вы вводите в организм молекулу, которая там работает, то, как бы, есть шанс, что повышение концентрации эндогеновой, ну, собственно, повышение концентрации интерферона, оно оказывается очень полезным. То есть вот это защитное влияние, оно окажется более выраженным. Ну, естественно, тот интерферон, который используется как лекарственный препарат, это интерферон, который сделан с помощью ГМО-бактерий, то есть человеческий интерферон. Значит, интерфероны бывают двух видов, ну, собственно, вернее, нет, неправильно, трех видов. Два из них открыты в лейкоцитах и фибробластах, но, в принципе, вот эти интерфероны альфа-бета, они как раз более активны. Но есть еще один интерферон, интерферон ГАМА, который выполняет, помимо функции собственного интерферона, то есть остановки, опять же, белкового синтеза и активации нуклеаз, еще очень важную функцию возбуждения макрофагов, фагоцитов. И вот этот интерферон ГАМА выделяют как раз Т-хелперы. То есть один из интерферонов, интерферон ГАМА, он помимо прямой функции является еще важнейшим цитокином, то есть межклеточной сигнальной молекулой, которую выделяют Т-хелперы для того, чтобы активировать фагоциты. То есть это вот та самая система активации уже имеющейся иммунологической памяти, потому что, соответственно, эти самые Т-хелперы, они когда-то тоже могли быть настроены на какой-то антиген, дальше они это помнят и готовы выбрасывать этот самый интерферон по первому зову, он попадает на фагоцит, и фагоциты становятся более злобными и реагируют даже на совсем небольшие метки в виде антител, слегка прилипших возбудителю. И в таком варианте можно обойтись без активации новых клонов. интерферон гамма это как раз в той петле положительной обратной связи, которая связана с Т-хелперами первого типа и с активацией фагоцитоза. Ну, а это как работают эти самые киллеры. и Т-киллеры, и натуральные киллеры. Ну, вот так вот рисуют. То есть, вот это вот, собственно, розовенький это киллер, он подошел к раковой клетке. А вот, вот, более такая драматичная история. То есть, эта клетка мишень, а это на дне черной тучи навис киллер. Знаете, это похоже на, вот есть такие фильмы, когда инопланетяне прилетели, да, и такая гигантская летающая тарелка висит над каким-то Нью-Йорком Москвой. Видели же такие мрачные фильмы. Вот, Т-киллер выглядит именно так, то есть, над вашим городком нависла огромная штуковина, которая, того гляди, начнет вас бомбить. Причем сразу, да, по многим пунктам. Ну, собственно, это и происходит. То есть, вы видите, что выделяет киллер? Он выделяет и ферменты, которые повреждают клетку мишень, и специальные белки, перфорины, похожие на вот этот самый комплимент, то есть, они собираются в такой цилиндр молекулярный с дыркой внутри, и активные формы кислорода, активные формы азота. Ну, в общем, как бы, ну, в данном случае раковой клетке, да, придется плохо, ну, и вообще клетки мишени. Ну, и, кстати, подобным механизмом владеют и фагоциты. То есть, если фагоцит не может проглотить клетку целиком, ну, вообще мишень целиком, он запускает этот механизм и начинает долбить ее, опять же, тоже с помощью ферментов. И какая-нибудь там гранулеома, да, ну, тоже мы об этом еще будем говорить, вот так вот формируется. Ну, вот сама идея, да, что мишень можно уничтожить вот за счет такой межклеточной атаки, а не только за счет фагоцитоза, вот важно, чтобы вы ее осознали. Так, здесь вот еще раз в явной форме представлены два варианта жизни Т-клетки. Т-хелперы и Т-киллеры. То есть, еще раз, да, Т-киллер, Т-киллер, у него рецептор настроенный на МХС первого типа. Рецептор сверху, МХС первого типа снизу. Значит, МХС первого типа на клетке, которая пытается отчитаться и, так сказать, отбрехаться, что, типа, нет, у меня все нормально. Вот, и есть корецептор под названием CD8. То есть, как бы, дополнительная штука к рецептору, которая реагирует с МХС первого типа. А вот Т-хелпер. Его рецептор реагирует на антигены, выставленные на МХС второго типа, и корецептором является CD4. Здесь в качестве антиген-презентирующей клетки выступает фагоцит. Смотрите, у фагоцита есть белки, захватывающие хвостик антитела. Смотрите, какая тут уже цепочка событий непростая. То есть, антитело где-то в плазме крови встретило антиген. А потом ее за хвостик поймал фагоцит, проглотил, порезал и выставил кусочки антигена вот сюда, чтобы активировать Т-хелпер. Выбор жизненного пути быть Т-киллером или Т-хелпером происходит в Тимусе. Поэтому Т-клетки, а не Т-клетки, от слова Тимус. Значит, Тимус это особая железа, которая у нас находится на грудине там внутри, то есть за грудиной. И она, собственно, такой университет для обучения Т-лимфоцитов. И этот университет обычно годам к 16, 18, 20 пустеет, потому что они уже всему обучились, все мутации прошли основные, и они дальше едут на места работы, то есть в лимфатические узлы и так далее. Поэтому в норме Тимус к 20 годам довольно сильно дегенерирует. Ну и, кстати, если он не дегенерирует, если там продолжаются какие-то мутационные процессы, это повышенный риск, например, аутоиммунных заболеваний, что что-нибудь такое нехорошее получится, реагирующее на собственные белки. мы пока рассматриваем нормальный вариант, не патологический, и, соответственно, представьте себе, что есть у нас Т-клетка, которая еще не решила быть Т-хелпером или Т-киллером. Откуда она взялась? Она пришла из красного костного мозга, то есть базовое деление в красном костном мозге, и, например, Б-лимфоциты, они там и происходят и созревания, а вот Т-лимфоциты, они идут в тимус. Ну, видимо, все-таки, чтобы не путаться друг у друга под ногами. И вот дальше здесь в тимусе происходит сначала так называемая позитивная селекция, положительная селекция, а потом негативная селекция. Значит, позитивная селекция заключается в том, что Т-клетка, у которой уже за счет вот этого соматического мутагенеза сформировался уникальный рецептор, настроенный на какой-то уникальный антиген. Вот эта клетка просто взаимодействует с пустыми тарелочками. То есть ей показывают MHC первого типа и MHC второго типа. При этом у этого еще, так сказать, не решившего кем быть Т-лимфоцита есть и CD4 и CD8. То есть он может стать и Т-хелпером и Т-килпером. И он как бы обнюхивает своим рецептором пустые тарелочки. И если взаимодействие с рецептором высокое у MHC первого типа, да, то есть вот подошли они, то тогда значит быть такому такой-то клетки киллером, тогда у нее исчезает CD4 и сохраняется только CD8. Будет она киллером. Если рецептор хорошо подошел к MHC второго типа, то будешь ты хелпером. Ну, это похоже на шляпу, которая в Хогварте. Раз, и шляпа решает. Кем же ты станешь? Ну, видно же, да, у тебя же вот, смотри, какое сродство рецепторов такому-то, да, однозначно. Вот, и стало быть, быть тебе хелпером, и тогда у тебя исчезает CD8 и остается только CD4. Вариант Гарри Поттера не пройдет, потому что если ты одновременно подходишь к двум факультетам, то есть хорошо отреагировал и на CD8, в смысле на MHC1 и на MHC2, то апоптос тебе. Дальше, если ты не отреагировал нормально ни на то, ни на другое, тоже апоптос, то есть в итоге сохраняются после позитивной селекции, после позитивной селекции только клетки, способные хорошо взаимодействовать исключительно с MHC1 или исключительно с MHC2. Это позитивная селекция. И это цветочки, потому что дальше происходит по-настоящему страшное событие под названием негативная селекция или отрицательная селекция. Вот этим самым, вроде поступившим на соответствующий факультет хелперам и киллерам, факультет хелперов и факультет киллеров, специальные клетки, которые там живут в Тимусе, учителя, начинают показывать все, в идеале, антигены собственные, антигены собственного организма. То есть их задача, этих учителей, генерировать как можно больше собственных белков и выставлять их на поверхности, на MHC1 типа, на MHC2, ну, кто к кому приспособлен. И дальше, если клетка, если этот самый будущий хелпер или киллер отреагировал на такой аутоантиген, то апоптоз. И в итоге остаются только те, которым, чтоб не показывали, их рецептор не подходит. Значит, они будут реагировать на чужеродные. То есть вот эта негативная селекция, вторая фаза, она уносит 98% Т-клеток. Остается всего 2%, но остаются те, кто ни на что не отреагировал. То есть ни на один соблазн, так сказать, не поддался. А соблазнов много. А все, кто поддались, да, они все через вот это игольное ушко не проходят. Вот такая вот история. И, конечно, представить себе, да, что удастся в Тимусе, ну, кстати, в красном костном мозге такая же штука случается с Б-клетками, аналогичная негативная селекция. Им тоже все показывают, чтобы остались только антитела, рассчитанные на что-то не относящееся к организму. Так вот, рассчитывать на то, что вот это произойдет со стопроцентным успехом, конечно, ну, почти невероятно. То есть показать все возможные белки, порезанные всеми возможными способами за какое-то разумное время, ну, разумное время это вообще-то несколько лет, да, то есть как бы не так это быстро вообще все это, да, то есть недаром тимус до 12-14 лет почти не деградирует, то есть там как бы все это продолжает существовать, булькать и так далее. Вот, но тем не менее рассчитывать на то, что негативная селекция принесет абсолютный успех, конечно, не приходится. Поэтому всегда сохраняется вероятность выхода уже как бы в кровоток, в лимфатические узлы таких клеток и Б-клеток и Т-клеток, которые будут обладать аутоиммунными свойствами. То есть они с какой-то вероятностью могут отреагировать на собственный антиген. Особенно если этот антиген почему-то появится в большом количестве. Вот, поэтому иммунная система, она все время работает как бы под страхом аутоиммунной патологии. То есть риск аутоиммунной патологии, он всегда присутствует. То есть всегда есть шанс, что какой-то клон отреагирует не на чужой антиген, а на свой собственный кусочек белка. Потому что где-то там когда-то в университете какой-то там учитель проморгал именно этот соблазн. Представляете? И так вот и живем. Нет, но есть на самом деле другие механизмы, которые позволяют уже после Тимуса отловить аутоиммунные патологии, и мы с вами об этом будем говорить на последней лекции. Последняя лекция будет самая сложная. Там половина будет про рак, а половина про аутоиммунные заболевания. Там вы уже будете готовы, и мы еще раз вернемся к этим процессам селекции. Ну и, кстати, за эти работы в этом направлении была предпоследняя Нобелевская премия, то есть не этого года по эритропоэтину, а вот 2018 года. Ну, мы до этого еще доберемся. Итак, сначала позитивная селекция. Будешь Т-хелпером или Т-киллером, а потом негативная. Ты точно не будешь на свое реагировать? Ну, ладно, обещай нам, да? Иначе как бы все плохо. Вот, посмотрите, Т-лимфоциты. Сначала идет позитивная селекция по сродству к МХС первого либо второго типа, а потом негативная по аутореактивности и погибает в итоге 98%. Для Б-лимфоцитов позитивной селекции естественно нет. То есть там нет вот этого на тарелочке реагировать. Они реагируют сразу на антиген. Поэтому у них есть только негативная селекция и погибает около 70%. Там отбор не такой жесткий. Ну, у них и чувствительность меньше. Видимо, как-то все это коррелирует. А дальше, после того, как университеты закончились, у этих в Тимусе, а у этих прямо в красном костном мозге, они уже идут во вторичные лимфоидные органы, то есть к месту службы. Вот, лимфатические узлы в кожу, в стенку кишечника, в стенку желудочно-кишечного тракта. И там сидят. И в лимфатическом узле есть зона, где живут Б-клетки, есть зона, где живут Т-клетки, и зона, где они встречаются, чтобы Т-хелперы активировали Б-лимфоциты. Но они сидят там не постоянно. И иногда, скажем, раз в полгода или там в год выходят из своего лимфатического узла, поплавают, поплавают, и осядут где-нибудь в другом лимфатическом узле. И в итоге вот эти навыки, которые приобрела иммунная система, скажем, в правой ноге, распространяются на весь организм. Не быстро, но тем не менее распространяются. Но в итоге получается ситуация, что действительно иммунная система и, например, та же самая иммунологическая устойчивость в разных частях нашего тела может отличаться. То есть где-то эти клоны уже активированы, но еще не расселились по всему организму. Ну, как бы вот так вот. Так, ну вот еще раз я эту схему собрал. Она, конечно, очень принципиальная, очень важная. То есть если у нас Т-киллер, то как он дальше будет жить? Значит, у него есть уникальный рецептор, настроенный на что-то чужеродное, и CD8. Этот самый CD8 обеспечивает взаимодействие с MHC первого типа. И этот Т-киллер будет ползать по собственным клеткам организма, и, соответственно, проверять их на благонадежность. То есть не выставили ли они что-то плохое. То есть какое-то количество Т-киллеров все время циркулирует в крови, попадает в межклеточную среду, работает, чтобы выявить проникновение вируса или, например, онкологическое перерождение, ну или, например, вот трансплантант. Именно Т-киллеры реагируют на чужой MHC. Именно они реагируют. И тогда убивают эту клетку мишей. А вот судьба Т-хелпера. То есть он, особенно если это Т-хелпер второго типа, сначала должен получить сигнал от антиген-презентирующей клетки. То есть тут функция антиген-презентирующей клетки выполняет обычная клетка. А здесь в идеале профессиональный антиген-презентирующая клетка, которая использует MHC второго типа. И если активация случилась, то тогда уже хелпер может активировать Б-лимфоцит для производства антител. Про это я уже несколько раз сказал. Здесь на активацию деления хелперов-киллеров работает интерлекин второй, а на активацию деления Б-лимфоцитов работает интерлекин четвертый. Давайте немножечко отвлечемся от системы приобретенного иммунитета и поговорим о системе врожденного иммунитета. Мы о ней на самом деле уже много чего упомянули по ее поводу, но кое-что важное осталось. Надо все-таки поговорить чуть-чуть о белках системы комплимента и о фагоцитах. На самом деле именно фагоциты главные. Действительно все направлено на то, чтобы помочь фагоцитам пометить все это антителами. Хотя киллеры у них конечно своя задача, но все равно без фагоцитов им бывает плоховато. Система врожденного иммунитета гуморального включает в себя такие факторы как лизоцин, помните, разрушает клеточную стенку бактерий. Интерферон, только что мы об этом говорили. Вот еще интересный цереоактивный белок. Это белок, который делается нашей печенью и метит пневмококи. То есть одну из распространенных групп бактерий, которые в крови. Если уже в крови пневмокок, тогда цереоактивный белок на него налипает, и хвостик цереоактивного белка это тоже красная тряпка для фагоцитов. И вот система комплимента. Комплимента, то есть соответствия. Что это такое? Это белки, которые действительно плавают в плазме и могут налипать на бактерии. Либо на бактерии с некими специфическими свойствами клеточной стенки, например, на многие граммоотрицательные бактерии, либо на бактерии, на которые уже налипло антитело. И тогда комплимент работает примерно как фагоцит. Но только фагоцит проглатывает, а белки системы комплимента собираются в этот канал большой, который делает дырку. Вот схема. Посмотрите. Два варианта работы системы комплимента. Классический и альтернативный. Классический был открыт первым, альтернативный вторым. Но на самом деле альтернативный более древний. Он совсем рожденный. Белки системы комплимента, часть из них имеют свои собственные названия, но большинство обозначаются С1, С2, С3, С9. С это комплимент. Откуда берутся эти белки? Их делает печень. Наша печень еще и это делает. И соответственно она их выбрасывает в плазму, они плавают. И если эта бактерия с характерными свойствами клеточной стенки, на нее садится белок под названием С3. Просто метит ее полисахариды. И дальше к этому С3 начинают привязываться другие белки системы комплимента и в итоге возникает вот такая пора, огромная дыра в бактерии. Второй вариант классический. Сначала на бактерию налипает антитело. Видите, вот тут правильно антитела показаны. Рогатка, вилка воткнулась зубцами. А потом к антителам, к ручке антитела прилипает белок системы комплимента С1. И вокруг него опять же собирается вот этот лизирующий комплекс и бактерии конец. Вот такие очень милые истории. Это даже без фагоцитоза, но это важный компонент нашего иммунитета. Вот эта схемка совсем простая. Вот уже схемка из учебника физиологии. Тут побольше деталей интересных показано, но все равно есть альтернативный путь и классический. Классический начинается с антитела и дальше пошло С1, С2, С4, С3, все равно ключевое действующее лицо С3, то есть третий белок системы комплимента. И вот создался показан лизирующий комплекс, то есть здоровенная дыра, через которую теряются важные ионы, через которую входят какие-то токсины. В общем, продырявленная мембрана, она собственно залог гибели клетки мишени. Что здесь интересного показано по отношению и нового по отношению к предыдущей схеме? Целый ряд белков системы комплимента и прежде всего С3 и С5, они, когда формируют вот этот лизирующий комплекс, от них отрывается маленький кусочек. То есть в состав лизирующего комплекса, то есть вот эти поры, входит не весь С3, а только кусок, правда основной кусок С3Б и точно так же С5Б, а вот эти маленькие кусочки С3А и С5А они являются сигналами о воспалении, то есть у них уже другая функция, они то, что называется медиаторы воспаления, сигналы СОС, они привлекают фагоциты из кровотока, то есть получается, что белок системы комплимента во-первых сам делает дырки, лизис, во-вторых опсонизируют, да, опсонизация это мечение, то есть комплимент метит бактерии и по хвостику комплимента, то есть вот поэтому точно так же работают фагоциты, то есть еще один стикер, и в-третьих комплимент запускает процесс воспаления благодаря вот этим С3А, С5А, вот такие интересные молекулы, они важны, если что-то не так с печенью, сразу куча проблем, иммунных проблем, хотя вроде бы там все нормально работает, но значительная часть иммунного ответа, она обеспечивается не фагоцитами, а вот белками системы комплимента, если они слишком активны, они могут надырявить кучу наших клеток, потому что комплименту все равно, потому что если опять же аутоиммунная патология и антитела сели на собственную клетку организма, так комплимент будет в собственной клетке дырявить, ему же все равно, он же молекула, ну об этом мы тоже будем говорить, ну например, вот когда будем говорить об аллергиях, аллергия второго типа, она как раз завязана с тем, что антитела какие-то возникают нехорошие, которые начинают липнуть на собственные клетки, ну и опять же аутоиммунная патология. Слово апсонизация, если вы хотите блеснуть своими иммунологическими знаниями, вы его выучите. Апсонизация, то есть мечение, ну видите, по-гречески снабжение пищей, ну на самом деле это вот этот стикер, то есть апсонизируют антитела, апсонизируют комплимент и вот этот самый цириоактивный белок, который тоже наклеивается на стриптокол. Апсонизация это красиво, это значит вы уже, то есть если точно так же, как вы уверенно отличаете иммуноглобулин Е от иммуноглобулина Ж, да, это как бы уже круто. Точно так же вовремя использовать слово апсонизировать, это хорошо. Ну вот тут еще раз показано, что делает комплимент, то есть возникают вот эти лизирующие комплексы, дырки, и вот он, собственно, видите, дырка показана. Но кроме того, если на бактерию налип комплимент, то фагоцит с радостью эту бактерию поедает. Теперь про фагоциты. Ну точнее, видите, здесь вообще табличка, касающаяся лейкоцитов. А, погодите, по-моему, в этом месте я хотел сделать перерыв. Точно. Значит, в этом месте мы сделаем перерыв на 10 минут. Много говорили про Б-лимфоциты на прошлой лекции. Сегодня все больше про Т-клетки, киллеры, хелперы, и еще как бы разговор не закончен. Но все-таки действительно сердцевина иммунной системы, тот котел, где сжигаются антигены-возбудители, это лейкоциты. И лейкоциты, они достаточно, ой, извините, это фагоциты. И фагоциты, они весьма разнообразные. Ну и вместе с лимфоцитами формируют вот эти белые клетки крови, то есть эту популяцию лейкоцитов. То есть лейкоциты делятся на фагоциты и лимфоциты. Когда мы просто берем кровь на анализ, мы видим, что в крови где-то треть лимфоцитов и, соответственно, две трети фагоцитов. лимфоцитов. Но если мы начинаем смотреть, какие фагоциты, то мы видим две минорные группы иозинофилы, базофилы. И это очень такие отдельные фагоциты, которые, видимо, исходно были предназначены для борьбы с паразитическими червями. Про это мы еще тоже не раз вспомним. Видимо, в ходе эволюции Homo sapiens был такой момент, когда паразитические черви были прям бедой-бедой. И речь идет не о каких-то аскоридах, которые в кишечнике, а о паразитических червях типа трехинелл. То есть маленькие круглые черви, личинки которых живут в тканях, в любых тканях, в мышцах, печени, в мозге, особенно охотно в мышцах. И вот борьба с ними была очень отдельной задачей. В принципе, с этими мелкими паразитами можно бороться так же, как с бактериями. То есть точно так же метить антителами. И дальше туда придет туча фагоцитов, которые не могут, конечно, червяка проглотить целиком, но действительно как киллер начнут его долбить всякими ферментами. Ну и если червяк маленький, а трехинеллы они маленькие, размером миллиметр, то в принципе можно с ними справиться. То есть у нас был здоровенный кусок иммунной системы, который настроен на борьбу вот с такими вот червяками, тканевыми паразитами. И это так называемые базофилы, эозинофилы, и к этой же команде относятся иммуноглобулин Е. Ну и сейчас именно этот блок он почти простаивает, потому что а где эти червяки? И система осталась без работы. Ну и представьте себе кусок службы безопасности, который не находит себе дела. Что теперь, увольняться что ли? Они начинают реагировать на что попало. Как это так, террористы кончились? А вот тут кажется, вот эти двое собираются совершить террористический акт. И вот тут, да, и там, и вот тут. И в итоге мы вон сколько десятков террористических актов за год предотвратили. А может там и не было никакого акта террористического. Ну сложно это все, да, сложно со службой безопасности. То есть когда у них кончается реальный враг, они начинают реагировать на что попало, а еще хуже поворачиваются внутрь государства и начинают отлавливать внутренних врагов. Это называется уже аутоиммунные заболевания, и мы до этого тоже доберемся. Но во всяком случае значительная часть аллергии она связана с тем, что иммуноглобулины Е вместе с эозинофилами и базофилами реагируют на всякую фигню, то есть на безобидные антигены. И вот уже пищевые аллергии или какие-нибудь связанные с дыханием аллергенов. Мы до этого доберемся на четвертой лекции. Сейчас мы на эозинофилы и базофилы вообще не обращаем внимания. И тогда остается две группы фагоцитов, моноциты и нейтрофилы. Значит, моноциты они не очень проявляют фагоцитирующие свойства, потому что они в крови ну как бы гости. То есть на самом деле моноцит это либо будущий макрофаг, который будет жить в тканях, либо это будущая дендритная клетка, которая тоже будет жить в тканях и станет антигенпрезентирующим. Но они вышли из красного костного мозга и должны доплыть какую-нибудь ткань. И вот пока они в таком странствующем состоянии, что там? А, надо, да, это самое. Да, спасибо. И пока они вот в таком странствующем состоянии, они соответственно называются моноцитами. Поэтому это тоже как бы такая достаточно минорная группа, и вы видите их всего там 4-5-6%, ну 8. а основная группа фагоцитов, которые плавают в крови, это так называемые нейтрофилы. И они очень мощно нагружены пузырьками с пищеварительными ферментами, ну собственно и нейтрофилы, и азинофилы, базофилы нагружены такими пузырьками, поэтому они еще называются гранулоциты, то есть у них цитоплазма как бы куча гранул, а эти гранулы на самом деле пузырьки с пищеварительными ферментами. Вот собственно так выглядит популяция того, что плавает в крови, и то, что анализируется, когда ну просто вот кровь из пальцев взяли. Значит, фагоциты, которые в тканях, это бывшие моноциты, ну скажите, вот показан моноцит, вот он вот так вот, да, как бы внутри сосуда, и дальше часть этих самых моноцитов становится, например, макрофагами кожи, или макрофагами печени. Вот в печени есть особые клетки Купфера, которые, например, убивают старые эритроциты и вообще следят за тем, чтобы антигены, которые в крови, ну не как бы не плыли дальше. В почках очень важная группа макрофагов, ну потому что почки вообще зона риска, очень легко инфекция поднимается по мочевыводящим путям, в мочевой пузырь это цистит, а потом уже и в почке это нефрит, апилонефрит, ну в общем, как бы там это самое. В наших альвеолах ползают с той стороны, где воздух, макрофаги, в брюшной полости, ну в коже, да. Отдельная группа бывших макрофагов, вернее, скорее даже бывших моноцитов, заселяет головной мозг. Они называются микроглия. И с головным мозгом вообще совершенно отдельная история. головной мозг, он отделен от всего тела так называемым гибатоэцифалическим барьером, очень плотным клеточным барьером между кровью и, собственно, нервной тканью. И этот барьер контролирует проникновение кучи веществ, потому что в мозг не должно попадать что попало. что едим мы всякую гадость, да, и как бы если бы эти вещества проходили в мозг, то работа нервной системы все время бы как-то так вот нарушалась. Вот поэтому очень все жестко контролируется, поэтому бактериям, вирусам тяжело проникнуть в мозг, к счастью. И там нет внутри мозга никаких ни киллеров, ни хелперов, то есть их туда не пускают. Мозг, когда развивается, внутрь нервной ткани, за вот этот самый гематоэцифалический барьер, проходит только особая группа моноцитов, которая превращается в маленькие фагоциты нервной ткани, которая называется микроглия. Еще по чуть-чуть могут проходить антитела, но так совсем по чуть-чуть. И в тяжелом случае антитела садятся на нервные клетки, и, соответственно, микроглия пытается что-то сделать с этой проблемой, ну, например, откусывая кусочки отростков нейронов. Потому что целиком нейрон нельзя убивать. Это будет дырка в информационной сети. Поэтому с мозгом все очень непросто. Поэтому так опасны любые инфекции мозга. Энцефалиты, да, например. Ну, это тоже такая отдельная история. Во всяком случае, этих самых макрофагов много разных, и они действительно первая линия обороны. Вот показана история, когда в нас чего-то воткнулось. То есть на самом деле, вот видите, рука, и воткнулась всего-навсего заноза. Но с точки зрения верхних слоев кожи, это все равно падение Тунгусского метеорита. Огромная страшная воронка, в которую тут же лезет всякая пакость, бактерии, вирусы и просто грязь. С точки зрения иммунной системы большой разницы нет. Главное, что это некие чужеродные молекулы. И вот кто же будет реагировать на все это? Кто первые защитники, первая линия обороны? Это как раз макрофаги, то есть фагоциты, которые живут в коже, например. И они начинают благодаря своим врожденным свойствам реагировать на те или иные чужеродные молекулы, захватывать их. А если тут еще и есть антитела, которые на что-то налипнут, то соответственно будет совсем вот такая яркая реакция, и фагоциты мало того, что сами захватывают и фагоцитируют и переваривают, они начинают выделять вот эти самые медиаторы воспаления вещества, сигналы сос, которые влияют на кровеносные сосуды и по сути разрыхляют их оболочки. То есть под влиянием вот этих медиаторов воспаления, ну особенно например серотонина, каждая клетка, составляющая стенку сосуда, эндотелий сосуда, она может становиться немножко короче и в итоге возникают щелочки между эндотелиальными клетками. И через эти щели могут выходить уже гранулоциты крови, прежде всего вот эти самые нейтрофилы, и они идут на помощь макрофагам, которые вот на передней линии. То есть макрофаги это пограничники, а это вот как бы такой десантники, такой отряд сидящий в засаде, который идет на помощь, выходя через стенку сосуда. Кроме макрофагов, линию первой обороны и особенно как бы вот те процессы, которые сигнализируют о воспалении, о повреждении, вот эти процессы обеспечивают так называемые тучные клетки. Это особая группа клеток, которая тоже нагружена пузырьками, но там в этих пузырьках мембранных не ферменты, а вот эти самые медиаторы воспаления вещества, сигналы СОС. Гистамин, серотонин и еще куча всякой всячины, еще синтезируются простагландины, то есть есть целая группа молекул, которая запускает разрыхление стенки сосудов и возникает то, что называется воспаление. То есть выходит не только антитела, не только например эти самые гранулоциты крови, выходит просто плазма крови. И в итоге поврежденное место отекает, отек. Ну и скажем в дыхательных путях это приведет к появлению дополнительной слизи и в частности насморк или там когда слезы текут при аллергии. Это все вот такие вот эффекты воспалительные. Ну и кроме того сосуд не просто разрыхляется, он еще расширяется, больше становится. Это делает гистамин. Вот. И тогда зона повреждения, раз там сосуды расширились, больше крови, она разогревается, краснеет. Ну и плюс еще возникают болевые ощущения, потому что многие медиаторы воспаления, особенно простагландины, они еще запускают боль. И вы тогда уже на поведенческом уровне ощутите, ой, что-то у меня вот тут с тыльной стороны руки, да, что-то заболело. посмотрел, а там заноза воткнулась. А вам и не вдомек, она там воткнулась, может, несколько часов назад, вы не заметили, но развивающееся воспаление позволило привлечь к реакции на какую-то проблему уже, так сказать, системно весь организм, и на уровне мозга можно там что-нибудь выковырять, вынуть, да, или там к доктору пойти, чтобы что-нибудь с этим сделал. Вот. Примерно так же это все и у животных проистекает, но человек, конечно, с его тонкими и умными пальцами на многое способен, особенно если использовать правильные инструменты. Вот, собственно, какая логика. Такая логика у события, связанного с таким первичным воспалением. То есть первая линия обороны это макрофаги и плюс тучные клетки, тоже реагирующие на кучу антигенов. А дальше расширяются сосуды и на помощь идут гранулоциты. Ну и плюс, конечно, тут еще антиген презентирующий клетки собирают информацию, шпионят. Ну, как бы это вот все. Вот еще раз это показано, уже, так сказать, картинка из серьезного учебника. Вот микробные продукты, ну, то есть какие-то антигены. Вот главное действующее лицо макрофаг и куча молекул, которые выделяются. Все это медиаторы воспаления. Ну, самые известные из них это фактор некроза опухоли альфа и интерлекин первый. Вот интерлекин второй вам уже как бы знаком, он усиливает деление хелперов, ну, и киллеров. Интерлекин четвертый усиливает деление Б-клеток. Интерлекин третий, по-моему, в прошлый раз он проскакивал, это интерлекин, который вообще влияет на красный костный мозг и заставляет делать больше лейкоцитов. А вот интерлекин первый, его первым открыли, это самый как бы такой тотально действующий фактор, запускающий, усиливающий воспаление. Ну, и в частности влияющий на сосуды, расширяющий их, и работающий как хемокин. То есть именно на эту молекулу реагируют гранулоциты крови и пролезают из сосуда. Хемокин, то есть, ну, так же, как амеба ползет на кусочек сахара, да, эти самые гранулоциты крови ползут туда, где больше концентрация вот этих двух молекул, фактора некроза, опухоли альфа и интерлекина первой. Хемокины особая такая вот команда. Ну, и кроме того, да, начинают вырабатываться интерфероны гамма, которые, соответственно, активируют дополнительно макрофаги, вот, ну, и тут важную роль играют уже активированные клоны, техелперов первого типа, вот, то есть, вот тут получается, как бы, такое целое событие. То есть, очень важно, чтобы процесс воспаления развивался, как бы, быстро, эффективно и быстро приходила помощь из кровотока, вот, ну, и действительно, помимо фагоцитов здесь еще работают эти самые тучные клетки. Значит, вот она нарисована точная клетка, вернее, фотография, видно, как много в ней пузырьков с этими самыми медиаторами воспаления, но что запускает выброс? Самый главный фактор, который управляет как бы точными клетками, это иммуноглобулины Е. Значит, совершенно уникальная и как бы редкая группа иммуноглобулинов, то есть, их почти нет в кровотоке. Вот я специально сейчас попробую показать, да, оставил табличку из первой презентации. Значит, 24-я страница, так, сейчас показ, сначала, 24. Вот смотрите, да, вот эта табличка была в прошлый раз. Какие иммуноглобулины, антитела какие, да, антитела, плавают в плазме и мы видим, что в основном в плазме плавает иммуноглобулин Ж, мономер. Ну, довольно много иммуноглобулина М, который пентомеры склеивает, и иммуноглобулина А, который секретируемый, да, вот слюну там или еще куда-то. Смотрите, иммуноглобулина Е почти нет. Это очень отдельный иммуноглобулин, который работает вместе с тучными клетками. Значит, его ручка, да, хвостик этого самого антитела подходит к специальному белковому рецептору на тучных клетках. Так, сначала. Видите, есть белковое как бы место посадки. Именно иммуноглобулин Е садится и оказывается компонентом мембраны тучной клетки. И когда появляется некий антиген, на который настроено это антитело и присоединяется, видите, присоединился вот этот антиген, то вот тут-то и начинается выброс содержимого тучных клеток. То есть, по сути, система тучных клеток, она является компонентом системы приобретенного иммунитета. То есть, фагоциты, опять же, много на что реагируют и запускают выброс медиаторов воспаления, но они реагируют не на все. Но из-за того, что пусть очень небольшая часть, пусть там, не знаю, каждое миллионное антитело оказывается иммуноглобулином Е, тучные клетки обладают очень мощным запасом антител. И если чего-то известное, чужеродное полезло, то воспаление раскручивается очень мощно. Ну и в частности тучные клетки, конечно, иммуноглобулины Е известны в связи с аллергией. Потому что порой этот антиген на самом деле что-то совсем безобидное, вроде там шерсти любимой кошечки. Ну, про это мы будем говорить в четвертой лекции, то есть она будет целиком посвящена разным видам аллергии. Ну, во всяком случае, вот получается, что фагоциты запускают воспаление, используя врожденные механизмы, которые они знают. А тучные клетки запускают воспаление, используя те клоны антител, которые уже наработаны. То есть тучные клетки все равно, какие антитела ловить. Она усажена самыми разными антителами. И вот этот хвостик сюда вот так вот опущен. Ну, вы видите, сколько всего выделяет тучная клетка. гистамин, серотонин, куча интерлекинов. Кстати, шестой интерлекин влияет на печень и заставляет ее активно выбрасывать белки системы комплимента. То есть, как бы, есть и такая связь, да? Вот. Фактор некрозоопухоли, простагландины, самые известные, да, молекулы, которые в максимальной степени ответственны за болевые ощущения. Поэтому, если мы хотим ослабить болевые ощущения при воспалении, мы используем молекулы, блокирующие образование простагландинов, а это парацетамол, аспирин, анальгин, ибупрофен, ну, то есть, обычные ненаркотические анальгетики. Ну, и вот эти самые хемокины, то есть, молекулы, привлекающие фагоциты. Вот еще раз тучная клетка, очень красивая клетка, очень. Вот, ну, тут как бы по-простому показано, что на ней сидят антитела, на самом деле, они, видите, как сидят, они парочками сидят, то есть, надо активировать два антитела, ну, мы про это еще поговорим, когда будем говорить про аллергии. Вот, а это вот показана история про то, а как, собственно, протискивается, да, фагоцит из кровотока туда, в очаг воспаления. То есть, фагоциты, которые в крови, они часто как бы даже не плывут с кровью, а так вот как бы катятся по поверхности сосуда, по поверхности эндотелиальных клеток. И те эндотелиальные клетки, которые оказались в очаге воспаления, они, опять-таки, под влиянием медиаторов воспаления на своей мембране выставляют, выставляют, так называемые, селектины, то есть, особые белки. И на эти белки реагируют другие белки, которые характерны для фагоцитов крови. Они, стало быть, называются интегрины. Вот, видите, селектины, интегрины. И вот в том моменте, где они встретились, значит, фагоцит уже замедляет свое движение и начинает искать щелочку. И находит, и выползает. ну и вот идет на помощь. То есть, соответственно, хемокины, видите, интерлекин восьмой, и вот они эти, С3А и С5А, то есть кусочки белков системы комплимента. А вот это вот, да, вот это вот, опять же, С5А, интерлекин первый, фактор некрозоопухоли альфа, это те, кто подталкивает клетки эндотелия выставлять на поверхности эти самые селектины. Все это должно происходить очень быстро, бодро, да, ну потому что, опять же, важна скорость. Вот, ну и, собственно, да, происходит. А вот это красное, это очаг воспаления. Фагоциты знают врожденно очень многие бактерии и вирусы, но, конечно, их активность на порядок увеличивается, если бактерия и вирус, их чувствительность на порядок увеличивается, если бактерия и вирус помечены либо антителом, либо комплиментом. То есть, по степени, как бы, озлобления фагоцитов, это примерно равноценные воздействия. Ну и антитело, да, вот видите, да, соответственно, прилипло к бактерии и на хвостик антитела реагирует фагоцит. То есть, существует FC-рецептор, это, конечно, иммуноглобулин G. Вот. И белок системы комплимента, вот это маленький кружочек, это C3B. То есть, C3A, он там, да, он химокин, и фактор воспаления. А C3B, это метка. То есть, C3B, это может быть точка сборки вот этого лизирующего комплекса. И одновременно это метка для того, чтобы фагоцит своим чувствительным белком, вот он показан, присоединился и пошла реакция. Вот еще раз это показано. То есть, соответственно, фагоцит реагирует и на антитело, то есть, Fc, это обозначен как раз хвостик антитела, и на C3B. Ну, если одновременно налипло и антитело, и комплимент, то тут уже вообще никаких проблем. То есть, фагоцит реагирует очень быстро, злобно, очень быстро возникают вот эти лыжноножки и идет захват. Ну, и вот захватили. Вот. Ну, и дальше, как это, как есть такая африканская поговорка, не хватай леопарда за хвост, а схватил, держи. То есть, вы проглотили бактерию и не всегда как бы даже понимаете, а сможете ли вы с ней справиться. Потому что вы эту тварь захватили, да, а она может оказаться очень ядовитой. Или, например, выделять специальные молекулы, которые, ну, скажем, не дают вбрасывать пищеварительные ферменты. Так делает, например, бактерия чумы. То есть, там, внутри этого самого гранула цита, да, гранулы с пищеварительными ферментами. А то, что получилось при захвате бактерий, называется пищеварительным эвакуолем. Ну, как у амебы. Ну, и, казалось бы, сейчас вот эти лизосомы надо туда вбрасывать. И как бы обычно работает, но есть такие бактерии, которые не позволяют это делать. Но в норме все-таки получается, вбрасываются пищеварительные ферменты и куча еще дополнительных факторов. Опять же, вот эти активные формы кислорода. Или, например, специальные молекулы, которые отнимают у бактерий железо, вот лактоферин. А бактериям железо нужно для того, чтобы шли их внутриклеточные бактериальные процессы. на самом деле справиться с бактерией не всегда просто. Но обычно это получается и все кончается как бы хорошо. Да, и вот эти же механизмы, например, выделение активных форм кислорода, видите, вот здесь О2 с точечкой, если это видно, или там гипохлорид, например, или вот перекись водорода, это все активные формы кислорода. Их фагоцит может использовать и для внешней атаки, если мишень не такая маленькая, как бактерия, если это собственная клетка зараженная, или, например, если это целый червяк, ну или если это заноза. Вот вы занозили занозу, дальше что там? Вот если вы ее не вытащите, начнется нагноение. Что такое гной? Это дохлые фагоциты, которые честно пытаются грызть эту занозу, набираются этой целлюлозой всякой всячины, 50 кусочков съел, умер, 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 а все новые и новые приходят, все это раздувает, потом взрывается, заноза выпадает. То есть можно и так, если у вас не хватает ума, это выковырить вовремя. С другой стороны, хорошо у человека такие пальчики, какая-нибудь лошадь, которая в спину что-то колючка воткнулась, ей так просто уже не выгрызти. Хотя лошади друг у друга выгрызают. Этот слайд называется очень правильно «Центральная роль макрофагов в иммунитете и воспалении». То есть не просто в воспалении, об иммунитете вообще. Потому что еще раз, да, уже в пятый раз сегодня повторяю, что остальные компоненты системы иммунитета это только помощники для фагоцитов. Они делают их более чувствительными. Итак, что же делают фагоциты, ну и в том числе макрофаги? То есть в основном все-таки война-то не в крови идет, а в тканях. Значит, первое, воспаление и лихорадка. То есть они реагируют на антиген, пытаются захватить мишень и одновременно выделяют вот этот джентльменский набор. Еще раз, интерлекин первый, фактор некрозоопухолей, активирует все компоненты провоспалительного ответа, и в том числе деятельность самих фагоцитов, и деятельность техелперов первого типа, вот, и интерлекин шестой, который влияет на печень и, соответственно, активирует выброс белков системы комплимента. А еще, еще эти же молекулы, особенно интерлекин первый, ну и, собственно, и ФНО-альфа, вот, опять указка, а, ну да, я же выходил, конечно, спасибо. Так, указка, вот, а еще они пирогены, то есть они влияют на наш центр терморегуляции в гипоталамусе, и гипоталамусу начинает казаться, что кровь остыла, и гипоталамус поднимает температуру тела. И подъем температуры на 1 градус это почти двукратная активация иммунных клеток. Поэтому 37,5 хорошо, и даже 38,5 неплохо, если вы взрослый человек, да, а вот 39,5 уже тяжеловато, и как бы, вот, то есть, опять же, это всего лишь иммунная система, она может загнать температуру вообще за 40, и тогда будет тяжелейший обморок, да, и патологии, и все такое прочее. А у детей там судороги эти фибрильные ужасные начинаются. Вот поэтому в случае мелких детей, да, температуру как бы под 39 лучше не поднимать, а в случае взрослых, ну, скажем, 39,5 еще терпимо, а ближе к 40 уже точно не стоит. Поэтому есть вещества, которые влияют на тот же гипоталамус, и говорят ему, спокойнее, давай понижать температуру, да, все-таки на самом деле жарко. Вот, то есть гипоталамусу под влиянием пирогенов кажется, что кровь остыла, и он запускает реакцию подъема температуры, и вообще реакцию как будто мы остыли, начинается дрожь. Ну, если кто-то еще помнит, то есть на самом деле сейчас, поскольку люди очень быстро используют жаропонижающие, не все даже имеют опыт по-настоящему высокой температуры и настоящей лихорадки. Ну, реально, да, у вас мурашки, у вас цокают зубы, при этом у вас 39,5, вам холодно, вы заворачиваетесь в одеяло, и как бы полный бред получается. Ну, а потому что центры терморегуляции, они вот так вот себя не очень адекватно ведут, вот, и жаропонижающие, конечно, это важно, потому что до их появления, ну, собственно, и сейчас тоже, да, там, заворачивали людей там во влажной простыни, да, или клали эти компрессы на голову, чтобы хоть как-то снизить температуру, потому что в какой-то момент подъем температуры за 40 он начинает повреждать белки, то есть идет просто коагуляция. За 42, так просто вообще смертельный вариант. Итак, воспаление, лихорадка. Дальше, цифра номер 2. Повреждение клеток и тканей, бактериоцидная активность, это все про одно и то же. То есть, выбрасываются, вот видите, активные формы кислорода, оксид азота, всякие ферменты, которые убивают бактерии, могут повреждать собственные ткани, если надо. Ну, например, та же самая заноза. Ведь как ее будут есть фагоциты? Они будут выделять ферменты. Эти ферменты будут грызть кусок дерева и одновременно повреждать собственные ткани. Ну, тут как бы не так. То есть, если даже не удастся сгрызть, то будет просто дырка, из которой выпадет заноза. Это на самом деле третья линия обороны. Помните, да, я говорил, используем то, что есть, запускаем антитела. Если даже это не помогает, можно чисто механически выжечь, ну, не механически, скорее химически, выжечь вот этот участок. На такое тоже способна наша иммунная система. Понятно, что это не оптимальный вариант, но с другой стороны, а как с макроповреждениями это поступает? И противоопухолевая активность. То есть, в принципе, если опухоль помечена антителами, то фагоциты будут ее атаковать и съедать. Активация лимфоцитов. Ну, тот же самый интерлекин, он их активирует. Интерлекин первый. А еще помним, что фагоциты являются антигенпрезентирующими клетками. Ну, может, не такими замечательными, как дендритные, но, в принципе, тоже ползают и ползают в эти самые лимфатические сосуды. И, кстати, выделяя там интерлекин первый, да, создают ситуацию, что воспаление захватывает лимфатический узел. И вы чувствуете, железки припухли. Это что такое? А это вот та самая воспалительная реакция. Дальше они подталкивают, выделяя еще один интерлекин, его еще, кажется, не было, интерлекин 12, подталкивают развитие Т-хелперов в сторону Т-хелперов первого типа. То есть таких-то хелперов, которые будут выделять интерферон гамма и усиливать ответ по как бы уже известной траектории. Так, ну, кажется, все, раз, два, три, а, вот пять. Ну, еще они кое-что выделяют, помогающие потом восстанавливать ткань. То есть реорганизация, восстановление, ангиогенез, да, то есть восстанавливать кровеносные сосуды. То есть не просто съел какой-то кусок ткани, но потом помог заживить рану. Это тоже важно. Вот, собственно, как макрофаги во все встроены. То есть, в принципе, на каком-то там древнейшем уровне они сами борются с антигеном. То есть работает только вот эта стрелочка, прямое узнавание. Но хорошо бы все-таки им помочь. Им можно пометить что-то чужеродное комплиментом. Это тоже врожденный иммунитет. Ну, как бы дополнительные факторы. И антителом. Это уже приобретено. Откуда мы возьмем антитело? Мы, соответственно, сделаем его с помощью Б-лимфоцита, который тоже отреагирует на антиген. Но чтобы он лучше отреагировал на антиген быстрее, мы привлечем Т-хелпер второго типа, который ему поможет. Но правда, Т-хелпер второго типа нужно сначала активировать с помощью антиген-презентирующей клетки. А можно, если как бы, ну, это вот вторая линия обороны, если идти по первой линии обороны, то антиген-презентирующая клетка активирует Т-хелпер первого типа. То есть эти Т-хелперы, они как бы с более низким порогом реагирования. Они начнут выделять интерферон гамма, который будет делать макрофаги более злобными. И они будут активнее реагировать и на комплимент, и на те антитела, которые уже есть. То есть вот это как бы пользуемся тем, что есть, а вот этот контур это активируем новые клоны и синтезируем новые типы антител. Ну и кроме того, видите, макрофаги выделяют интерлейкины, первый, шестой, двенадцатый фактор некроза опухоли, влияя много на что, в том числе на, например, натуральные киллеры, которые более серьезно борются с вирусами. Ну то есть вот как бы макрофаги много с чем связаны, пожалуйста, побродите по этой схемке, посмотрите, вот тут здесь и Т-киллеры присутствуют, то есть есть, конечно, связи между системами иммунитета, противобактериального, противовирусного, но они вот такие, ну достаточно все-таки глубинные, они не прямо на поверхности лежат. Ну и осталось обсудить всего несколько моментов и, собственно, сегодняшняя лекция будет закончена. Значит, еще раз, да, вот Т-хелперы, когда они живут и размножаются в Тимусе, то есть они уже Т-хелперы, то есть они уже CD4, вот, то есть первая развилка Т-клетки, это будут Т-хелпером, Т-киллером. А дальше, если вы стали Т-хелпером, то вы должны, собственно, выбрать, вы будете Т-хелпером первого типа или Т-хелпером второго. То есть вы будете помогать пагоцитам, выделяя интерферон гамма, или помогать Б-клеткам, выделяя интерликин 4-й. И то, по какому пути пойдет все, определяется то, что называется конкретным цитокиновым окружением. То есть в какой концентрации, какие цитокиновые молекулы, то есть вот эти сигнальные молекулы, в данный момент присутствуют в том же самом тимусе. И если достаточно много интерликина 12-го, это основной фактор, то путь пойдет по пути Т-хелперов первого типа. И есть кое-какие дополнительные факторы, тот же самый интерферон гамма. А если много интерликина 4-го, то пойдет по пути Т-хелперов второго типа. И есть кое-какие дополнительные факторы. Видите, их тут достаточно много. И 6-й, и 10-й, и 18-й, и 13-й. Тут много всего интересного. Но это достаточно важная развилка. По сути, это две действительно конкурирующих системы. будем пользоваться уже имеющимися клонами или будем формировать новые. Эти две системы конкурируют и в момент выбора, и в момент уже функционирования. Потому что активно работающие Т-хелперы первого типа выделяют интерферон гамма, и интерферон гамма подавляет деление Т-хелпера второго типа. То есть он не только активирует макрофаги, он еще вот так конкурирует. А Т-хелперы второго типа, когда они вовсю работают, они кроме, например, интерлекина четвертого, ну и, кстати, интерлекин пятый тоже активирует баклетки, они еще выделяют интерлекин десятый, который мешает Т-хелперам первого типа. То есть существует две конкурирующих популяции. Ну и еще раз, в норме обычно сначала вот эти главные, а вот эти включаются, когда концентрация антигена продолжает нарастать, несмотря на усилия Т-хелперов первого типа и макрофагов. Вот тогда все-таки побеждают Т-хелперы второго типа, блокируется этот вариант и включаются дополнительные Б-клетки. Ну и собственно вот так вот. То есть здесь главный фактор, интерлекин четвертый, который замыкает эту обратную связь, потому что он выделяется при активации Б-клеток. А здесь интерлекин 12, который выделяется макрофагами и по петле положительной обратной связи опять же активирует Т-хелперы первого и делает превращение Т-хелперов нулевых в Т-хелперы первыми более вероятным. То есть тут как бы на первом месте стоит именно интерлекин 12. Ну вот эти две истории на предыдущих слайдах, которые были, то есть вот эта схемка и вот эта схемка объединены вместе. То есть Т-хелпер нулевой может стать либо Т-хелпером первого типа, либо Т-хелпером второго типа и конкурировать друг с другом с помощью интерферона гамма и интерлекина 10. При этом этот в основном будет работать по макрофагам и получать от них дополнительный активирующий сигнал с помощью интерлекина 12, а этот будет работать по Б-клеткам и получать дополнительный активационный сигнал с помощью интерлекина четвертого. Я не скажу, что это просто, но мне все это интересно еще с той точки зрения, что действительно очень многое в иммунной системе и в текущем состоянии иммунитета определяется цитокиновой сетью. То есть какие молекулы в какой концентрации в данной части тела присутствуют. И, например, вот этот выбор, Т-хелпер кем станет, он уже происходит не в красном костном мозге, а происходит в конкретном лимфатическом узле, когда Т-хелперы начали делиться. То есть они получили сигнал от антиген-презентирующей клетки, выделился интерлекин второй, они пошли делиться. Вот какой процент станет Т-хелперами первого типа, какой второго? Это будет определяться конкретной ситуацией. Низкая концентрация антигена все пойдет, скорее всего, в сторону макрофагов. Высокая концентрация пойдет образование, активация новых клонов Б-клеток, тем более, что Б-клетки к этому моменту уже набрали этот самый антиген и готовы к тому, чтобы взаимодействовать с Т-хелперами второго типа. И еще раз, да, это первая линия обороны, а это вторая линия обороны. Ну и еще одна развилка, собственно, это, по-моему, последний слайд такой, содержательный, дальше будут рекламные слайды, еще одна развилка, о которой я все время говорил, давайте ее осознаем, она касается Б-клеток. То есть вот начали делиться Б-клетки. И дальше каждая конкретная клетка, она решает, какой конкретный иммуноглобулин она делает. Ж, Е, А или М. И это определяется, опять-таки, дополнительными сигналами. При этом, собственно, что получается? Есть вариант, когда, ну, скажем так, вот часть идет по как бы главному пути, часть по пути как бы дополнительному, когда, ну, буквально доли процента возникают именно такого типа антител. Ну вот дальше та популяция, которая более многочисленна, там каждая клетка должна произвести выбор, будет М-вариант, пентомер, или Ж-вариант, мономер. И Ж-вариант, помните, да, он самый такой, то есть там 80% антител пойдет по этому пути. И этот вариант работает, опять-таки, тогда, когда довольно невысока концентрация антигена. Если она высока, начинает включаться вот этот вариант. Здесь та же самая история. Минорный путь, он подразумевает еще одну развилку иммуноглобулин Е и иммуноглобулин А. И, стало быть, вариант иммуноглобулин А, он работает тогда, когда, ну, достаточно высока концентрация антигена, а иммуноглобулин Е, ну, вот, как бы он идет вместе с иммуноглобулином Ж, то есть при относительно низкой концентрации. И здесь есть дополнительный фактор под названием интерлекин-13, который тоже, как бы, учитывается. Ну, и когда вот мы будем говорить об аллергиях, мы еще к этой схемке вернемся. Во всяком случае, существует еще один выбор, касающийся Б-клеток и некого текущего цитокинового окружения, ну, например, там, в той же самой молочной железе, свиной железе, там, не знаю, в правой пятке, в левом локте. Куда, в какую сторону пойдем? Будем ли мы делать мономер, пентомер, или мы будем делать мономер, который будет садиться на тучные клетки, потому что, ага, да, там, скорее всего, червяк, да, и надо организовывать очаг хронического воспаления и съедать его фагоцитами. Вот все это, как бы, дополнительные степени свободы и некие выборы, которые производят иммунные клетки. К этой схеме мы еще вернемся, когда будем говорить об аллергии, да, мне кажется, не только. Значит, что нам предстоит на следующих трех лекциях? Значит, лекция номер три будет посвящена вакцинам и сывороткам. Это будет первая ее часть, и мы обсудим, чем отличаются разные вакцины, почему есть плохие вакцины, есть хорошие вакцины, почему плохие вакцины все равно используют, например, в ветеринарии. Вот, ну, как бы, вот это обсудим. А вторая часть лекции будет посвящена иммунологической недостаточности, врожденной, почему у людей бывает совсем сразу плохо с иммунитетом, и приобретенной, и мы поговорим о ВИЧ, прежде всего. Это третья лекция. Значит, четвертая лекция будет посвящена аллергиям. Аллергии очень многочисленные, и на самом деле существует четыре типа аллергий. В быту мы в основном знаем аллергию первого типа, и я о ней в основном буду рассказывать, но аллергии второго и третьего типа мы тоже обсудим, поговорим об аллергенах, о иммуноглобулинах Е поподробнее, о гранулемах, ну, в общем, как бы вот о таких событиях. Это будет пятая лекция. То есть аллергия очень большая, объемная, очень актуальная тема. И шестая лекция, она будет состоять, опять же, из двух частей. Первая часть мы поговорим про онкологию, потому что рак – это тоже сфера ответственности иммунной системы, и рак возникает тогда, когда текиллеры прохлопали опухоль. Они ее не заметили. И как современная иммунология помогает бороться с онкологией, то есть это очень мощный набор методов, который весьма-весьма эффективен, как бы особенно если вовремя их использовать. Это, стало быть, будет пятая лекция, первая половина, а вторая половина пятой лекции будет посвящена аутоиммунным заболеваниям. То есть почему все-таки, да, несмотря на все усилия системы негативной селекции, не все эти самые убиваются? Почему возникает аутоиммунитет? Почему у каждого двадцатого человека это прямо аутоиммунное заболевание, а стертых форм гораздо больше, особенно в пожилом возрасте? Вот, поговорим о мимикрии, так называемой молекулярной. Ну, то есть почему берутся, откуда берутся аутоиммунные заболевания, и почему все-таки их не так много, как могло бы быть? Потому что действительно представить себе, что в ходе негативной селекции показали все аутоантигены, ну, почти невозможно. И как бы поэтому существует, опять же, еще несколько дополнительных линий обороны, когда с потенциально аутоиммунными клонами борются уже на посттемическом уровне. И это, наверное, будет самый сложный кусок, он будет самый последний, но к пятой лекции, я думаю, все вы будете готовы, дозреете. Вот, так что приходите, будем вместе продираться через эти дебри. Спасибо за внимание. Спасибо.